Я здесь, за эту улицу стою, пацаны мне все, и я все пацанам, кто меня знает, тот в курсе. Вот это этот голос. Здравствуйте. Я так устал. Вот бы можно было просто поставить себе на зарядку, как телефон или машину. Просто втыкаешь в себя провод и все. Как хорошо. Свежий и морозный воздух. Классно жить в городе, никаких выхлопных газов, хотя куда сейчас без машины? И правда, без машины никуда, и Альфа-банк уже зарядил пониженную ставку на первый год на ваше авто. Или просто авто, а электромобиль. Разберемся подробнее. Сложно найти банк с более классным предложением по автокредиту. Зацените. Самый быстрый процесс в оформлении, а если хочется в машину, зачем ждать? Правда? Подписание онлайн. Никаких бумаг. Выгодное предложение. И не просто выгодное, а Альфа-выгодное. Минимум переплат в первый год. Ставка 5% ниже рыночной. Да и срок кредита от 5 до 8 лет сделает выплаты комфортнее. Оформить автокредит можно в любом автосалоне. Просто при покупке попросить у менеджера подать заявку в Альфа-банк. Либо залетайте по ссылке в описании за подробностями и оставляйте заявку на связь с консультантом. Предложение будет действовать до 31 января 2024 года. Всех с наступающим годом дракона. Альфа-дракона. А это можно рассказывать, чтобы провести нитку? Если про него-то, да. Так клево, что у нас эти, всякие персонажи пересекаются друг с другом. Это просто пиздец. И вот этот говор мы подхватили, блядь, сикам. Который вольерен. Ну, гиперболизированный, точнее, знаешь. Но я уже его пережил, понимаешь. У меня-то этот товарищ уже и кем только не был. Он раньше говорит, ненавижу рэп. Ублюдство. Потом время проходит, он, все, я рэпер. Я говорю, блядь. У меня проект вышло, репостничное. Иди, давайте, идите, снимайтесь в кино. Это эротическое кино, надеюсь, Валер. Ну, а я там эротическое. Роуд-муви эротическое. Ну, Илюх, твоя одна, по-любому из них. Естественно. Я надеюсь, что слышно, если честно. Я хочу это оставить в подкасте. Илюха, говори погромче, блядь, не слышно. Мы, Никита, вчера видели самую волосатую жопу женскую в мире. Да? Да ты что? И она у нас в кадре. Это официально? Самая волосатая. Так, как будто, да. Вот так и начать, знаешь. Вероятно. С фразы, вот этой, с фразы Мани Бло. Здравствуйте. Всем привет. С наступающими. Ребята, в этом году было невозможно игнорировать слово пацана, конечно же. И так уж получилось, что у нас куча общих знакомых и друзей. Привет. Рад тебя здесь видеть. Я вообще не ожидал, что нашей точкой пересечения будет Валера Мани Бло. Мани Бло, Валера, большой привет тебе. Кстати, ребят, по поводу мерча, всю одежду мне предоставляла Мария Лапшина, вот финалистка шоу «Голос». Вот, собственно говоря, грибная вот эта рубашка. Это отсыл к Валерии Мани Бло и Машке большой привет. Вы с сатиром учились в одном? Мы с сатиром не то что учились. Сатир был моим педагогом в свое время. Небольшой срок, это были мастер-классы, но он ввел раздел «Цирк». Да, Илюх? Да, брат, цирк был. Цирк, клоунада, пантомима. Раздел у нас такой был, да, я помню. У вас еще тренинги «Музыка и ты». И еще Никита Бурячок втроем был. И Никита Бурячок. Илья Музыка, Никита Бурячок, Аня Протоковила. Большой привет. Каково это, когда ученик перерастает учителя? Да, слушай, тут же, на самом деле, я считаю, что Илья правильно сделал. На то время в Новосибирске не было никакого развития артистам, кроме как театр и «Бродячая собака». Это там, где проходили всякие типа комедиклаба выступления, стендапы, что-то такое. То есть тематические какие-то вечера поэтические. А кино не было. Я вот снимался в рекламе какой-то напротив кладбища сосисок и колбасу. «А эти сосиски вы будете?» Вот что-то такое там было. Заплатили мне три косаря, что-то, понял, вот такое. И плюс еще из съемок был парень на Ютьюбе. Не парень, а мужик. Ужасно. Это можно где-то найти, ребята. Это можно этот кринж найти. Валер, помнишь, что это? А, ну все, слава богу. Значит, там мужик мне, значит, говорит, 500 рублей за ролик. И там нужно его юмористический текст рассказывать. И он это на зеленке снимает. И он главный герой там еще. Он на первом плане сидит что-то, отыгрывает и шутит. Ужасно было. И я к нему, когда первый раз поехал, поехал с братом. Мы приехали на какой-то завод в Новосибе. Там никого нет, ни сотрудников, ни охраны. Я говорю, слушай, может, маньяк какой-то? Он говорит, ну пойдем вдвоем. По итогу он обои продавал просто. Этот тип. И хобби было на Ютьюбе. И потом это вышло, и весь институт. Там яичницы. Я жарил яичницу. Это реклама чего? Я не знаю. Типа это реклама каких-то фантазий этого мужика. Это жутко было. Я помню свою первую рекламу. Короче, я начал стрелять на Ютьюбе. Я сижу в Новокузнецке. Мне 18 лет. И мне приходит первый заказ на рекламу. Мне заплатили косарь. Я такой, ну все. Я теперь обеспечиваю сам себя. Я снял какому-то паблику отдельное видео за тысячу рублей. Ну ты что, бомба. Потом за пятерку я снял рекламу. И вообще, блядь. Это какой год был? 2012-й? Ну вот, да. Я в 2012-м поехал сюда, в Москву. Тебе сколько лет? 29. По 2012-м я приехал в Москву. Ты сейчас очень много вообще снимаешься. Ну я, да. Я с того момента начал сниматься, как после первого курса. После середины первого курса. И я понял, что тут это легко. То есть, тут много кастингов. Тут, в отличие от Новосиба, есть профи. Тут платят за это. И, конечно, это вдохновляло. И как-то меня заставляло двигаться. И это было прикольно. Вообще, это поступление, это, знаешь, был такой глоток воздуха для жителей из провинции. Особенно, там, воспитанного в каких-то дисциплине. И тут я получил театральные поступления. Еще был год такой. Вот сейчас не так поступают. Сейчас какие-то электронные очереди. Все контролируется. В общагах там не курят, не пьют. Везде камеры. Ну, то есть, знаешь, так все. А тогда было такое время. Не было столько контроля. Вообще не было. И, то есть, я ходил, я кучерявый был. У меня вот такая была копна волос. Я ходил по Москве. Блин, это вообще странно контролировать целую толпу творческих людей. Вообще. Ну, типа, все плюс минус. Вот мы недавно обсуждали с Типами, что мы почти никого не знаем, кто творческий. Творческий, но при этом, знаешь, порядочный, спокойный. Не с прикольчиком. Прикинь, ты под камерами просто живешь, когда ты реально чувачок с приколом, потому что ты там хочешь музыку писать. Или ты блогер, актер. Это жутко, знаешь. Это прям сковывает. Не то, что сковывает. Ну, это так же, как заниматься любовью с девушкой. На вас тоже будут все смотреть. И вот про постельные сцены. Слышите, камеры, типа, в их этих... Камеры наблюдения. Ну, в толчке, допустим, камеры. Отстой. Типа, ну, не то, что прям где кабинки, а вот ты заходишь, там, допустим, раковины, а потом туалеты. И вот где раковины, там, допустим, камера. Потому что там курят в туалете. Типа, нельзя курить, вот камеру вебем. А если я прям в толчке буду курить в кабинке? Ну, так и делали. Все равно полный. Ну, игорь, какой наш смысл? То есть изменилось то, что нужно теперь дверь закрывать, короче. Вы не знаете, это как в школе и в институте. Везде такая схема. Что-нибудь запретят через день. Это меньше даже, ну, чем через день. Это сделают уже схему, как это обойти там. Какой вообще в этом смысл тогда? Ну, блин, творческий, видишь, типа, вуз. Надо держать мораль. Наоборот, творческим людям нужна какая-то свобода, ощущение свободы. Знаешь, когда ты... Каждого разное. Говорят же, что твоя свобода начинается там, где заканчивается другого. Поэтому тут вопрос скорее, то, что творческие люди, они более безрассудны. И они могут поступки делать какие-то нестандартные, так скажем. Ну, импульсивные какие-то. Импульсивные, да. И скорее, что алкоголь, психотропные вещества, и это мы видим, да, очень часто, что именно на них оно срабатывает. Именно они там рефлексируют вместе. Поэтому я, конечно, ну, считаю, что камеры не стоит делать. Ничего это не поможет. Но в любом случае какую-то вести там программу чуть более интересную, лояльную. Как-то студентов от этого по-другому. Ну, я не знаю, там, то ли стих тебе надо прочесть, там, знаешь, чтобы пепельница выехала, там. Или, ну, прикольно что-то бы сделали, чтобы не так часто курили, чтобы процесс... Чтобы не было повода так постоянно. Да, и чтобы этот процесс был более для всех, как бы, игровой, чем нежели такой бичом. Да и хуй с ним, короче. Я смотрел некоторые, я уже не помню, я с памятью, блядь, какие-то работы с тобой. Я удивился, насколько противоположных иногда персонажей ты можешь играть, и это выглядит суперорганично. Вот ты какой-то суперодуванчик такой. И тут слово пацана, например, где ты вообще не одуванчик. Как? Мне вот... Я буду, наверное, сегодня задавать такие дурацкие вопросы, потому что это, ну, максимально далекий от меня мир, вот, где актеры реально перевоплощаются. Мне очень интересно, как это происходит. Ну, я тебе скажу так. Во-первых, это интересная тема для обсуждения, особенно не артистам, кто это будет смотреть, не сталкиваясь там с нашим миром. Это скорее не перевоплощение как таковое, это скорее мастерство. Раз. Два. У нас есть раздел основной, вообще такой, он, знаешь, в плитах тектонических находится, мастерство. Это наблюдение за людьми. Это то же самое, что психология, это то же самое, что терапия, да, когда там психолог наблюдает, и он разбирает твою жизнь не так, как ты на нее смотришь, а он разбирает ее чуть другими. Неповерхностно. Да, категориями, то есть там, да, почему ты делаешь этот поступок, почему ты там, например, когда тебя обижают, ты-то начинаешь злиться, а другой человек, наоборот, хохотать, а другой, у каждого разные причины, да, там реакции на буллинг, еще что-то. Поэтому вот мы занимаемся тем, что мы, прежде чем пьесу ставить, мы сначала ее перелопачиваем месяца два. То есть мы сидим всем курсом и читаем, то есть. А вот этот персонаж, он для зрителя, там, к примеру, будет вообще второстепенный. И вот даже когда ты будешь книгу читать, вот, да, есть там Гарри Поттер, а есть там его какой-то однокурсник в третьей части. И зритель такой, да, как его звали, там, Невилл или еще как-нибудь, непонятно. А тут моя задача сделать так, чтобы ты обратил на это внимание, чтобы ты понял, что этот эпизодный чувак, у него там на самом деле такая палитра есть внутри. Чем отличается, вот, допустим, я люблю, сейчас наше, слава богу, подошло, но вот штатовское кино, там эпизодники крутые. Вот Джанго освобожденный, да, там, если посмотреть, там эпизодник, это Ди Каприо. Но этот артист такого уровня, что он делает этот эпизод, что мы помним только Ди Каприо. Там Ди Каприо и вот этого, значит, афроамериканца. Клевая тема. Есть примеры каких-то работ, когда второстепенные актеры перекрывают главных? Да, безусловно. Фильм «Леон», где нас играет... Как ее звали? Натали Портман, да? Натали Портман, потом Гэри Олдман, и Гэри Олдман играет психопсихопата полицейского и этот, господи, Жан Рено. Жан Рено, да. Офигенный фильм, вот тоже я из всего фильма с детства запомнил только Гэри Олдмана. И мне кажется, что вот, допустим, или, хорошо, Бэтмен, пример хита Леджера покойного, и тоже... Я даже не помню, кто был Бэтменом в фильме гибл-хит-лезер. Вот тебе скажут, сыграй Джокера или наденут маску, и ты будешь... И что это за роль, блядь? Любой сделает эту роль. Приведи товарища моего, ну, день он походит, я еще эффект потом наложу на монтаже, и будет... Ну, и вот... Ну, это очень легкая роль. Я вот люблю своим приходом развенчивать мифы о таланте наших многих артистов. Потому что я говорю, сделать... Вот я это говорил в одном из интервью. Сделать классную роль несложно в кино. У нас есть, так скажем, ну, приемы, да, музыка дополнительно влияет на эмоции. Текст дополнительно влияет. Это не человек говорит, да, это написанный текст очень грамотно, там, с акцентами. Это камера. В одной камере в телефоне ты просто там парень, а когда тебе на крупный макроплан возьмут, ты уже будешь и морщинки видеть. А если ты еще монтаж подложишь, что у тебя там семья погибла, ее расстреляли, и ты потом один в пустыне вот так смотришь, тебе грустную музыку подкладывают, и мы все плачем. Такие, блядь, как он сыграл, ну как гениально. Да не он сыграл, кино, блядь, сыграло. Кино и, блядь, типа одели красиво, накрасили его, закапали ему, блядь, мятные капли, Вот до цвета одежды. Конечно. Интерьера, освещение, вообще работает все. Локации. Ты помнишь, как раньше нам указывали, где смеяться в ситкомах. Так это сейчас происходит. Не-не-не, сейчас уже нет этого закадрового смеха, но раньше в каждом ситкоме был закадровый смех, чтобы подчеркнуть, что смеяться нужно здесь. я тебе имею в виду, что есть системы такие, как все шоу, там, да, которые сейчас, куда люди ходят. Там таблички, там ходит чувак, администратор. Смех, блядь, и все. Ха-ха-ха-ха-ха. Массовка, блядь, за 500 рублей. Ха-ха-ха. Блин, я, ну, не знаю, правильно это вы скажете или нет, но я был на Урганте, там была такая движуха. Да, вот мне как раз про это рассказывали. Это чисто там на Мосфильм заходишь, там пиздец. Там у них как, знаешь, такой конвейер, блядь, туда вот заводят людей, которые мечтают там увидеть камеры и знаменитости. И там, блядь, паспорт, давайте, все, туда, туда. Ну, то есть, это, знаешь, я бывал в массовках, это у нас скотское отношение к массовке в нашей киноиндустрии. У нас продюсеры используют цеха и массовку в основном как материал рабский. То есть... Почему так происходит? Переработки не платят, условий мало дают. Ну, почему так происходит? Вот ответьте мне, продюсеры, будете смотреть подкаст. Вы же со мной встретитесь потом на поприще все, я же теперь продюсер тоже. Поэтому тут вопрос такой, что я знаю, что у нас в кино все круто, с кадрами, но у нас очень не круто все с продюсированием. То есть у нас условия для многих сотрудников, ну, такие, что, допустим, у нас девочки работают и на шоу у Басты там, еще где-то и в кино еще по три проекта. И... Хотя они должны работать один проект в кино, получать хороший гонорар, отпуск, условия и потом идти где-то там, да, в свободное время. Они вынуждены кочевать. Из-за этого качества, естественно, и сон, и все это страдает. Поэтому вот моя задача, скорее, сейчас уже мне актерски доказывать, нужно будет поменьше. Я себя так это определил. Поэтому я буду уходить больше в продюсирование. У меня уже один проект был, успешно прошел. И я думаю, что и дальше я буду этим заниматься. А ты выступаешь как? Креативный. Креативный? Креативный, но теоретически у меня есть и планы, и не то, что планы, уже есть там и договоренности какие-то. Я хочу в Новосибирске открыть большой сибирский такой киноконцерн, чтобы могли со всей страны, вот как ты говоришь, Голливуд, или как ты сказал про Новосиб? Лос-Анджелес. Лос-Анджелес. Понимаешь, чтобы это действительно был Лос-Анджелес, чтобы мы могли приезжать и использовать сибирский ресурс быстро и доступно. В Пензе, я знаю, есть продакшн. Вот это мои друзья, да. Куда я ездил сниматься в эпизоде сериала. Вот. И это изначально вообще я с ребятами был, когда это строилось, и когда я им приходил, я очень их уважаю, считаю, что они при мне не было этой студии, которую ты видел, при мне не было ничего. То есть были просто там типы, которые снимали на свои деньги все, и они мне позвонили, такие, блин, чувак, у меня тогда вышел «Игра на выживание», такой сериал, и они такие, мы так хотим, чтобы мы посмотрели, типа, ты у нас снялся. Я говорю, да вообще с удовольствием. И они тогда только это организовывали, там все как бы, а теперь уже они, видишь, матерая компания и делают и шоу, и сериалы, и фильмы, и артистов зовут туда, видишь, уже, ну, как бы и медийных, и поэтому, я думаю, у них будет большое будущее вот регионального кино. Также Антон Богданов, это Пермь, то есть Антоха Богданов, я думаю, что тоже очень хорошо идет. Я вот был в Екатеринбурге, в Челябинске, ездил представлять фильм по щучьему велению, и посмотрел, что там очень хорошо, много кинотеатров, много людей, кто интересуется, в Перми вообще там у них детский фестиваль уже проходит, кинофестиваль. Я считаю, что это в любой провинции, ну, по-любому круто, если ты знаешь, что, не как я тебе говорю, колбасу там снимаю, а ты знаешь, что, блин, у нас в городе по-любому будет сниматься блокбастер какой-то, не дешманский сериал, где мы такие, ну, про ментов что-то, нет, а что-нибудь вот такого разряда. Этого очень не хватает, потому что, прикинь, у меня в родном городе, мы как-то приехали, когда у меня уже была какая-то известность, мы приехали снимать шоу в Писко, пацаны весь день, это было типа в 2018 году, пацаны весь день пытались найти свет, свет для того, чтобы снять интервью, даже не фильм, типа полегче даже, и нашли в итоге какое-то, даже не видео, а фото, свет, я такой, блин, чуваки, ну, это обидно, знаешь, куча творческих людей по всей стране, по итогу, вот, знаешь, вот мы сидим в каком-нибудь компании, или 20 человек, и все творческие и талантливые, вот блогеры, вот певцы, вот актеры, и никто из них не из Москвы, все, вообще, давно встречал, типа, коренных москвичей, ну, это же редкость, 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 безусловно, в основном именно, ну, понимаешь, тут же потребность, как тебе сказать, потребность прорываться, это именно провинциальная потребность, то есть это, ты когда в Москве живешь, тебе, наверное, скорее хочется потише уехать, вот, когда я в Москве пожил, у меня вот уже нет желания идти, как раньше, на площадь революции, там, или, я не знаю, в Москве, вот все места, которые я вижу в инстаграме, блядь, у модных людей, вот, у меня неохота туда идти максимально, вот, в Москве, я думаю, блядь, ну, это как вам уже, я не знаю, это как у нас во дворе появился компьютер, блядь, вот, через пять лет вы все равно все ходите его смотреть, блядь, ну, пиздец, что вы, башен не видели, блядь, или вы с 50 этажа не видели, блядь, дорог, я летел в Москву, и со мной два дагестанца сидели, мы заговорили с ними, я такой, вот, в Москву первый раз летите, они такие, да, говорю, что хотите посмотреть, я уже думаю, там, сказать им какие-то прикольные места, где, знаешь, клево, как по Питеру, по дворикам именно погулять, они такие, мы в Москва-Сити сразу поедем, это такое, знаешь, точка притяжения, потому что людям интересно реально посмотреть на бетон со стеклом огромный. и у девчонок в инстаграме тоже обязательно там надо. С твоего курса у тебя много людей пробились куда-то? Немного, да? Немного, да, немного, и не только с курса, вообще со всех вузов немного пробилось. Вообще у нас после того, как люди заканчивали, тут я поступал, было ужасное, жуткое какое-то количество человек на место, я не помню, то ли 3 тысячи на место, то ли что, там люди ночевали, люди ночевали. Сейчас, говорю, такого нет, это была живая очередь, и там просто толпа, всегда толпа. Ты приходишь, люди из Владика приехали, там они расстелили на парапете, какой-то, я вот прям помню, это покрывало, на нем яйца какие-то, там колбаса, то есть люди уже ночью ночевали, там, чтобы очередь занять, и ночь, то есть ты приходишь, там бати такие, такие, это мой сын, там, блядь, 288-й, ты думаешь, ёб твою мать, я только пришел, и мне что тут еще сутки, и там вот такая хуйня была, драки там. Это же еще прикинет, смотреть всех, и самое херовое, попасть первым, насколько я понимаю, знаешь, если тебе надо выбрать кого-то одного, среди лучшего народа, тебя забудут, там лучше ближе к концу приходить, или быть супер очаровательным. Да нет, там, это вообще поступление, это тоже такой миф для многих, очень многие приходят туда, и мы потом все четыре курса стебем над этим поступлением, есть хорошая штука, Аркадий, Аркадий Райкин, у него есть поступление в театральный вуз, это шоу, где он молодой еще, и он очень круто показывает абитуриентов, какие есть, он говорит, вот зашел, сразу видно, он красавчик, он себя любит, он, здрасте всем, здрасте, он придумал, что он охуительный, а там такие не нужны, там нужна искренность, ну то есть, это так, как с поэзией, с песнями, да, вот есть песни в тебя попадают, у тебя сердце сжимается, а есть песни, блядь, вот ты что другого исполнителя услышал, что его, вот дип этот, пин-пин-пин-пин-пин. Песни, которые любому человеку, любому артисту подают. В гугле, блядь, вот рифмы, полюбила, там, расстелила, позабыла, блядь, все, вот это тебе уже трек, ла-ла-ла, ла-ла-ла, потом еще добавил, вот то есть, я считаю, что музыка редко, какая в меня сейчас попадает, вообще нахуй не попадает. Кстати, что в тебя попадает? Баста попадает, с Геопикой сейчас общаемся, может получится в клипе снять. Привет, дорогой, очень любим тебя, вспоминаем часто здесь. Да, потом из, Рэм Дига, это мой человек, я имею ввиду по музыке, мне нравится, из рэпера. А так, я скорее вот, не знаю, уже слушаю рок какой-то. Западный, русский? Русский, западный. Сейчас очень современный, сейчас много очень современного, классного рока. Нет, я вообще, мне нравится это, как тебе сказать, вот в принципе, что рок, что рэп, да, это разной степени интим, эмоциональный, то есть, только рок, это более экспрессивная выдача, да, эмоций уже такая, а рэп все-таки это тихий разговор такой, более прислушаться к чему-то там, да, то есть, рок я больше как бы нутром воспринимаю там. Рэп это твой друг в наушниках. А рэп это, да, я с Бастой, сколько, я в частном секторе, вот я занимался боксом, и я пока этот частный сектор пройду, там что только не было в нем, ну то есть, это уже испытание такое было, оттуда выйти. Кто знает, там Новосибирск, поймете, это Шанхай, я из Шанхая, поэтому, вот, да. Здравствуйте, нехало. Нехало. И поэтому я шел, всегда слушал, вот, какие-то рэп о своей жизни с иронией, я считаю, что это Триагрутрика, это Каста, безусловно, это вообще для меня поэты. Локдог как тебе? А? Локдог. Ну, локдог я скорее, это больше девчонки у нас слушали, у нас, я жил на Массиве, у нас АК-47 сначала, наизусть там знаю почти все песни, его, особенно люблю сейчас интеллигенции петь, вот, какие-то актеры там, знаешь, мхата такие, и я там, как дела у твоего дяди, как твоя мама у нее пиздатые оладьи, помнишь это? Да, да, конечно. Я робот, или как она там, блядь, нет, что-то такое. И, конечно, помогали мне справляться, знаешь, со всяким бредом, который происходил, эти люди уже прошли его, и еще поиронизировали, и подсказали мне, как будет некоторая ситуация, поэтому, дай бог, вот вроде договариваются, сейчас пойду на вопрос ребром, вот поэтому... О, ждем! С кайфом! Да я не могу никак познакомиться с ним. То хотел в клипе сняться, у меня друг боксер из Новосибирска, чемпион мира, Ваня Козловский, он тренируется у Бупаса, и у него фордвардский боксер такой, поэтому, и вот я Васю часто видел. Ну, кайф, ждем тебя на вопросе ребром, увидимся там еще раз. Ты же будешь там? я вот с Митей сейчас на связи. С ведущей, да, кайф. Поэтому, дай бог... Я знаю, что в январе снимается пол в Дубае. Нет, в Дубае должно быть вот 27 декабря, я сказал. Это Дубай, да? Да. Да. А знаешь, ты говорил про, про то, что у ребят с провинции вот есть вот это желание пробиваться, но у многих не получается. Многие приезжают покорять Москву, но покоряются сами. Обламываются. Обламываются. Ты для себя вообще определял, какими качествами должен обладать человек, и что должен сделать для того, чтобы реально пробиться? Да, я тебе скажу. Во-первых, меня отчисляли в Новосибирске из-за ужасного поведения, я себя там возомнил гением и подумал, что у меня все легко дается, и меня быстро там обломали. Ну, то есть, это самое плохое качество артиста, чему меня научили, это тянуть одеяло на себя от другого артиста. То есть, если мы на сцене, лучше сделать так, ну, вот если тянет кто-то там, да, вот я, 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 я. Вот если ты будешь стоять в стороне, то на тебя будут все смотреть. Потому что ты делом занимаешься, а человек не занимается. Поэтому тут скорее, знаешь, такие качества, как сила воли, это необходимо, вообще необходимо. Самодисциплина необходима, потому что тебе все будут говорить, что ты хуевый актер. Тебе все будут говорить, что у тебя нихуя не получится. Тебе все будут говорить, что ты не той внешности, блядь, что у тебя, у меня какие только комментарии не были. Талантливый, но Квазимода, горбун, зубастый, он не может играть главные роли, он косоглазый, это не главный герой первого канала. Ну, понимаешь, у людей, у продюсеров, там им похуй. Есть такое высказывание, звезда это не талант, а звезда это тот, кого чаще показывают по телевизору. И это мне говорили продюсеры СТС. Поэтому, ну, не буду говорить, кто их много, но в свое время я спрашивал пьяный, говорю, блядь, ну почему вы, вам не стрёмно, что вот есть Нетфликс, и там артисты стараются, разъёбываются, блядь, плачут, блядь, рыдают, а у нас вы берете имена, блядь, знаменитые, и натягиваете на них, блядь, талант, чтоб мы все, блядь, поверили. Я говорю, ну мы-то не верим, я когда сейчас с ними в кадре, вы все же видите, говорю, блядь, кто оттуда, блядь, а кто вообще не оттуда, ёпта. Ну, модно тикток, зовут тиктокера. Конечно. Меня звали в фильм, и я не иду, потому что, я говорю, ребята, я не актер, этому нужно посвятить жизнь. Получиться. И я не иду в Ютуб, потому что я понимаю, вот ты говоришь про сатира, он ушел туда, но он теперь там профи. Угу. Точно так же, как вы ко мне придете, я там. Ну и не надо как бы, нет, надо смешивать, просто логично. Надо, если тебя звать в кино, то дать тебе такую роль, чтобы тебе не страшно было играть. Легко, понятно, про что. Либо себя, либо то, что я могу быстро научиться в своем графике. А так меня спрашивают всегда, можно без образования? Вот куча народу пишет. Я говорю, вот это то же самое, что, ну, жениться на мужчине, выйти за него замуж, точнее, и не любить его. Вот то же самое, типа, нахуй мне обучение. А тебе не интересно самому, блядь, пойти в конкурентную среду, то же самое, как боксеру, да, в Олимпийские игры, но он должен пройти сборы, тренировки, куча там вещей. А потом он попадает на отбор, блядь, на Россию, а потом на Россию, потом на Европу, потом на мир, потом на Олимпийские игры. А типы хотят прийти, типа, как Бортич такие. Бортич, это симпатичная девушка, не забывайте, дорогие артисты, вы многие не симпатичные, нахуй, девушки, вы просто типы, бездельники, поэтому надо заставить себя что-то поделать и не стрематься к других работ, потому что артист складывается из опыта. Не работал официантом, хуй ты его сыграешь, ты не поймешь, почему переживает девочка, что ей там не дали чаю или обозвали там клиент. Ты не поймешь, что она плачет. Надо поработать и быть униженным где-то каким-то клиентом, чтобы ты понял это чувство и туда подстроился. Не работал ты уборщиком, хуй ты поймешь, как, если ты режиссер, да, что там сделать, чтобы пронзительно это прозвучало. И как говорил мой мастер, в свое время один из мастеров пожилой, царство небесное, Леонид Эфимович Хефиц, мастер многих друзей, Саши Паля, Саша Петрова, он мастер. Он пожилой уже был, он говорит, зачем вы, блядь, снимаете про звезд, про какую-то хуйню? А у него спектакли в сотку лучших мира входят. Он там френдлих. Ну, короче, очень мощный чувак. И он говорит, снимите про мужчину в моем дворе, он мне открывает шлагбаум. Вот он, говорит, 40 лет работал подводником, в подводной лодке офицер. А теперь он сидит вот в такой будке и нажимает кнопку. И я проезжаю туда. А тип 40 лет там командовал подводной лодкой. И он говорит, и вы не замечаете этого все. Вы это, нахуй, просматриваете. А в этом задача художника. Не Сергея Безрукова, блядь, рассказать про него, не про Богомолова рассказать, не про Ивлееву Настю, а рассказать про какого-то человека, который... Как кажется, второстепенного персонажа в твоей жизни. Это твоя задача, раз тебя слышат, блядь. У которого история главнейшая. Конечно, это вообще факт. Я вообще считаю, что у каждого человека есть история, которая достойна картины. Ты этим и занимаешься, по факту. У тебя такое же дело, вот почему я говорю, я люблю Дудя как документалиста, а не как журналиста. Потому что документалист, он этим и занимается. Он не делает очевидных вещей для меня, не задает одни и те же вопросы, не провоцирует на одни и те же ответы. Он тупо изучает человеческую душу. У нас поэтому подкасты с каким-нибудь Филиппом Киркоровым и Дивой Биланом, и там между манибло выходит. Понимаешь? Потому что это... Мы такие, это нужно показать, это круто. Поэтому у нас нет каких-то, ну знаешь, вопросов, а с чего вы начинали свою творческую деятельность? Мне интересно просто тебя послушать, у тебя охуенная типа история. У этого все же... Ну, это для нас, для многих, ты взял и появился, даже не в каких-то картинах, которые тоже были в этом году или в прошлом, а типа для большинства ты появился как персонаж в слове пацана. Такой просто какой-то, какой-то хуй, взял и появился. А у тебя же огромный путь. Да, так многие не знают, что, бля, там 60 картин и разных, с разными режиссерами. И это еще не считает театра. Нет, Ну, театр, ты знаешь, театр сейчас для меня отошел на второй план. Я пока не вижу тех предложений, ради которых я готов бросить большие деньги и действительно работу какую-то для народа, понимаешь? Вот я понимаю, что у меня есть... Я не Алексей Воробьев по внешности, понимаешь? Я все-таки какой-то сосед, блядь. А подгоняли тебя же по поводу внешности? Да ты что, подгоняли всю дорогу, это вообще необходимо для меня было, чтобы я закусился. Топливо? Потому что, ну, конечно. Ну, вот это сейчас, скажи честно, бля, есть вот это ощущение, типа, идите нахуй. Да я это говорил, когда меня только утверждали, я подходил, говорю, что, боитесь меня ставить, нахуй, в кадр с вашими звездами? Ну, я говорю, вы же боитесь, потому что главная роль превратится нахуй у вас не в главную роль, потому что я знаю, что я это прогрызал, блядь, ебаную тучу лет, а вы это, ну, для многих артистов, ты понимаешь, съемки начинаются с пяти лет, их мамаши ебнутые начинают таскать, я вот преподавал у детей в студии, там половина детей, может, и не хотят актерами быть, им нахуй это не надо, он может хоккеист, блядь, или футболист, нет, его мамаша, блядь, с Рублевки хуярит туда, давай, давай, учись перед камерой, с нами надо построже, что подруги мои, блядь, потом говорили, ты Кащея сыграл, блядь, понимаешь, это же вот такая система, там пиздец, я говорю, вы зачем его приводите, дитё хочет бегать ещё, прыгать, ему нахуй эти стихи, блядь, проза не нужна. А были те, кому это прям вот сразу видно, что интересно, даже в пять лет? Было, было, это, ты знаешь, вообще по детям коммуникацию сразу видно, были такие, которые мне такие, так, заканчивайте занятия, у меня водитель приедет через 20 минут, у меня другие дела, я вообще уже играл в кино, что вы меня учить будете? Я говорю, а кого ты играл? Ну, кота там, блядь, ещё кого, короче, а сидят ребята там, ну, и не такие, кто-то там не такой богатый, и вот они видно, как они стараются, а он выебывается вот большинство времени, он вместо того, чтобы навык получить, он сидит и понтуется, а потому что он поснимался уже, нахуй, в кино, и вот это большая опасность, скорее всего, почти все люди, вот сейчас вышел слово пацана, вот осторожно молодым артистом нужно быть, они уже там ценники позадирали, нахуй, на сторис, на всё, а у типов один сериал, они не понимают, что для меня это похуй, сколько у меня подписчиков вырастает, у меня как была, был авторитет, среди профессиональных людей, это вы там меня не знаете, а у продюсеров, они знают, кто я такой, на что я способен, в их кино, что я способен сделать там, поэтому, это очень, знаешь, такая скрупулезная, важная тема, мне кажется, для артистов, как говорил один старый, такой дядька тоже, он говорит, лучше начинать с лакеев, и заканчивать королями, чем наоборот, а многие артисты говорят в жизни, вот ему 21, он звезда, куда ему стремиться, что ему сыграть, вот если ты пришел, и такой тебе эпизод, и ты такой, здрасте, кушать подано, а там какой-то главный актер играет, вообще на площадке начать, как хлопушка, конечно, я вот как раз Найт Шуллер об этом рассказывал, о, ну конечно, вообще многие продюсеры и режиссеры, это ассистент помощника режиссера, называется должность хлопушки, она помимо хлопушки, еще обед там режиссер, ну она, то есть режиссерский цех, это она ассистент, и поэтому, но ты когда хлопушка, ты видишь все, как звуковой цех, кого они хуй сосят, опять же, если у тебя есть амбиции, ты понимаешь, что ты хочешь дальше, вот это охуденная точка, где можно начать ассистентом. Ты знаешь, я вижу всех, кто мне проигрывает на начальных этапах, вот мне тип подходит, такой говорит, блядь, я буду как ты, я думаю, хуй ты будешь как я, Вася, ты уже недоволен, ты уже считаешь, что моя роль лучше, чем твоя, то есть тебе уже пофиг, чем ты здесь занимаешься, а я говорю, когда сюда приходил, я счастлив был, вообще просто мне было, типа, вагон, вау, хуя себе, блядь, вагон, то есть мне как-то так получалось эти проблемы обходить количеством проектов, а теперь, естественно, ну, это уже навык, я уже ничего не думаю, понимаешь, у меня уже просто, я вот прихожу, так же, вот, наверное, как вы там, в свое дело, и все, и я живу уже, ну, понимаешь, это для меня уже... это просто жизнь, типа... да, это не работа, это уже поиск смыслов, так далее, тому подобное, мы так же собираемся, думаем, для чего мы это делаем, а будет ли это полезно, то есть я... Причем сначала же, когда начинаешь, не задаешься вопросом, для чего и для кого ты это делаешь, это потом уже, когда получается, когда у тебя есть возможность думать не о том, как куда-то пробиться и что-то сделать, а о чем-то более высоком, типа, а для кого, какая у нас миссия, давайте подумаем. Потому что раньше можно было и приколом, вот я почему многих там отказываюсь, там, да, сейчас от реклам всяких в интернете, потому что, я говорю, вот смотрите, толку, мне заплатят за эту рекламу большие деньги, колоссальные, допустим, но я их без этой рекламы заработаю точно так же, плюс у меня будет еще пару пиздатых ролей, и это будет другая, качество, понимаешь, и эти бабки для меня, они другие будут, я ими по-другому буду распоряжаться, а когда я знаю, что я заведомо пошел на какую-то, блядь, схему, на какую-то делюгу, где вроде там все красиво, и вроде, блядь, все легально, но ты-то, блядь, ложишься такой, думаешь, блядь, деньги по счету, понимаешь, не, я вот все-таки как-то сейчас стал задумываться, типа, что я делаю, какой материал, для чего он, потому что есть там, дети пишут, я же понимаю, что это реально, от меня будет зависеть, они потеряют надежду в что-то, блядь, еще здравое, или все-таки они утвердятся, что пиздец вокруг происходит, потому что я считаю, что у нас сейчас период декаданса, декаданс, но это когда культурные ценности рушатся, то есть когда мы начинаем из бреда делать искусство, из пошлятины делать, блядь, любовь, понимаешь, когда у нас каждая девчонка одета в блядскую одежду, ну, мы такие, ну, в принципе, ну, нормально, когда у моих друзей, у половины, у всех одинаковые девчонки, потому что они накаченные, потому что они, я ничего против не имею, я просто знаю, что раньше не надо было накачиваться, чтобы нам в них влюбляться, мы просто влюблялись и все, а теперь, типа, блядь, а что, она не была там-то, что ли, ну, вот у меня это не работает, я считаю, что это декаданс, я вот снимаюсь в исторических сериалах, вижу на девчонках корсет, платье, и понимаю, что это сексуальнее, это, черт подери, прикольно, это и женщину красит, как бы нечто такое, до чего дотрагиваться, не стоит, а когда это все астралопитекски, как бы движение, я считаю, что, ну, не возникает у меня этого, знаешь, я как-то вырос из этого мира, и я теперь вижу, что, оказывается, есть, вот, не обязательно мне с гопниками общаться, чтобы быть в балансе и в тонусе, вот, я теперь общаюсь и с музыкантами, и с поэтами, и с противоположными людьми, и все это красиво, не обязательно все должны быть. А в Новосибирске было, по-любому, что ты... Да по-любому, ты что, не стричься нельзя было, не в очках надо ходить, не, я не знаю, не одежда, то есть, там те в натуре за все могут предъявить, и... И причем это было даже не в 90-х, а вот, типа, конец... Я вот уехал в 2012 году, у нас все еще было, что... Так у вас то же самое считаю. Да, ты не можешь позволить себе ходить в цветной одежде, там, типа, за волосы спрашивали, у нас, типа, вам волосы поджигали, зажигалкой, блядь. Я сам волосы отрезал, типа, я лысо ходил, у меня... Я в 20 лет узнал, что у меня длинные волосы, потому что у меня отец стрик под 0,3, я занимался боксом, говорит, не хуй, будет сюда все, блядь, челка, лезь, блядь, будешь 0,3. И ты такой, ну, у нас все, в принципе, такие ходили, все. Я приехал в Новокузнецк с концертом, уже будучи там, что-то я в Москве или в Питере живу, зашел в Зару, купил себе красную куртку, сажусь в такси, едем, и такси есть такой, ты же понимаешь, что тебя отпиздят за эту куртку? Сразу тебе хинул, это как в игре, знаешь, ведьмак. Это нормально, у меня есть кредит доверия в этом городе, я вырвался отсюда, все нормально, типа, язык подвешен. Сейчас другая тема пошла, сейчас Новосиб, вот, допустим, я там был, там очень все прогрессивно, так скажем. Да, я был недавно, сатир возил на какую-то вечеринку в лесу, неподалеку от Академгородка. Так. У меня вообще не было ощущения, что я в Новосибе, все продвинутые, клевые, ну, нет этого сейчас. Нет, там сейчас делали фудкорты всякие, всякие движухи, ну, вот с кино там траблы, я, конечно, был, мы с Мишей были, летом ездили на Алтай, я возил сценаристов, показать им Сибирь, Алтай и Сибирь. И они, конечно, в восторге были. Алтай, это вообще другая планета. Уф, ты что, там такая бомба вообще была. Причем, знаешь, попадаешь вот в горный Алтай, такой, вау, а недалеко же Барнаул, который, ну, прям, вот, и открою глаза. Хочешь историю про Барнаул? Ну-ка. Короче, давайте так, параллель, а, нет, на курс младшие ребята Сатира, это выпускники Ахреева, это мои друзья были, они, как бы, старшие. И они после того, как закончили институт, уехали в Барнаул, и там открылся молодежный Золотухинский театр. Очень крутой Золотухин, ну, его там сделал, там общага напротив, причем общага очень крутая, знаешь, не такая, как у нас там общаги, а там плазмы, посудомоечные машины у них в номере, то есть, если у тебя ребенок, тебе двушку дают, два ребенка, трешку, и там прям напротив театра. Офигенный театр, офигенные условия, трупа, все молодые, вот этот курс. Я им звоню как-то, говорю, я в Москве, что-то учился еще в ГИТИСе, я говорю, приеду летом, говорю, давайте словимся. Они говорят, приезжай, я приезжаю в Новосиб, из Новосиба на автобусе, туда в Барнаул, приезжаю, значит, туда, мы начинаем бухать, сходу, естественно. Бухаем, бухаем, я у них спрашиваю, как там у них дела, а мы давно не виделись, капец. И они такие говорят, блядь, мы уже ночью сидим под утро, а я лысый приехал в спортивном костюме, в белой майке, такой алкашки. Ну, думал просто к ним в Барнаул, чисто там в общаге, гернем и поедем. И они такие, блядь, у нас такая, типа, главная театра, типа это, завтруппы, пиздец, у нас зарплаты по 20 тысяч, давай спиздим, что ты закончил, короче, ГИТИС, что ты супер, там, актер, пиздец, и ты приехал, ты соскучился по родине, ты, типа, эту москонну, а мы бухи. Я говорю, а как мы будем? Он говорит, пойдем поступать. Он говорит, я главный режиссер в театре. Я говорю, блядь, я говорю, ну давай, а мы в ноль. Они звонят туда и этим женщинам говорят, тут приехал товарищ наш из Москвы, все, срочно нужно его показывать в театр. Они собирают за час консилиум там. Эти женщины, знаешь, из 70-х, у них вот такие прически, пиджаки, и мы вообще в ноль заходим туда. Я начин, я, ну, сажусь на сцене, мне принесли гитару, я поиграл, рассказал Пушкина, поплакал. А знаешь, когда ты бухой и прикалываешься, это получается у тебя, ну, легко. Да, конечно. Ты прям, а там сзади они сидят в рубке и просто у них слезы, они там, ну, типа, и он подбегает, а суть в чем была? Они хотели проверить, если я московский артист, даст она больше бабок в месяц или нет? И они такие к ней подбегают, ну, как, как? Она говорит, ну, оснащен, мальчик оснащен. Они такие, ну что, берете в театр? Она говорит, ну, пусть ко мне зайдет. И они просили, чтобы я пролоббировал ставку 40 тысяч. Я ее пролоббировал. И она такая, ну, хорошо. Я им выхожу, говорю, про канал, а они говорят, вот сука, блядь, мы так и знали, что вот ей насрать, блин, какой ты артист, главное, что московского, хотя еще им не был. Конечно, я помню, блин, такое прекрасное время было. Это я вот такие обожаю поступки. Я уже таких не смогу сделать. Ну, уже нельзя. Не то, что нельзя. Я уже не смогу от этого кайфануть. А тогда это был, знаешь, такой авантюра-прикол из разряда, потому что все боятся поступлений в театр. Очень. Это, знаешь, как такой самый-самый-самый важный экзамен. Потому что, если ты не в театре, ты без работы, скорее всего. Не чувствуется очень. Ты что, вообще? Ну, я поступал, когда в Москву я угорал много, где я и под винишком мог поступать, и под насваем. Я прям, я прям, я прям типам говорю, я такой говорю. Только я максимально не ожидал услышать насваем. Да, так я кидал 8 лет. Я боксом сколько занимался, столько кидал. Поэтому я, смешно было, я там спорил, я говорю, так, смотрите, я сейчас вкинусь, пойду читать, говорю, никто не спалит вообще, что я. И ты прям, ну, у тебя вон там. Да, вот так, так у меня снюс, видишь, а так я раз, и все. И начинаешь читать. На самом деле, очень смешно было. Дофига. У меня еще был случай тоже про, мне тогда Макгрегор нравился, и я понял его фишку и своровал ее для многих каких-то выступлений, потому что он вот притворяется наглым, это видно, то есть он не наглый, он как бы ради публики делает то, что она хочет. То есть он такой, понимаете, этот жесткий пиздец, он говорит, да я его вру, ему типа, да, и все такие, да, и он такой, ну, а получится или нет, уже пофиг, он дал самое важное публике эмоцию, вот это ожидание боя, или какой-то просто выходит, да, он супер всех ломает, супер он всех, блядь, уничтожает, но он просто вот такой, блядь. Ты думаешь, как бы, да и похуй, ну, чувак, иди ломай куда-нибудь, в другое место. Нет шоу. Нет шоу, дайте мне шоу. И я в этом плане приходил и провоцировал многих, то есть там я шел вовгик, понимал, что вот все не так идет, настроение не то, я как-то не чувствую такого, знаешь, прилива сил. И там сидит пять человек, какие-то все душные, блядь, все не разговаривают, не общаются. Я такой думаю, блядь, дай-ка я их взбодрю. Я подхожу, у меня еще перегар висит, я говорю, девчонки, смотрите, какая история. Вот, скорее всего, вот вы, вот эти два типа, не пройдете сегодня, а пройду я. Я говорю, прикинь, я еще, говорю, с похмелья. Она говорит, ой, иди в задницу отсюда. Я говорю, все-все-все. И мы заходим туда, я читаю программу, выхожу, и думаю, вот, блин, по-любому нам не прошел, но красиво было, я красиво сказал. И выходит девушка и говорит, калагривый прошел, всем остальным спасибо. И тут они такие, бля, эти телки, как так? Я говорю, ну я же сказал, епта, я из Новосиба говорю, это все легко тут делается. И все, и для них эта победа была вообще всего. Хотя это прикол. Поэтому я советую всем прикалываться. Чаще. Это иногда получается, и очень круто тебя снимает, с тебя этот зажим, и отношение, что все, пиздец, если я не пройду, все, меня расстреляют, убьют. Да нет, если ты не пройдешь, Это мой последний шанс, да, вот эти вот. Это касается не только твоей сферы, это вообще всего, ну, наверное, кроме медицины, знаешь, типа, ай, похуй. Кроме таких вещей, но творческая сфера исключительно на приколе, как будто это должно быть. Конечно. Я всегда, знаешь, когда, у меня, например, были в 2000, кажется, в 13-м или 14-м году онлайн-чтение Чехова, когда по всей стране собрали актеров, блогеров, вообще всех, рассказы. Рассказы? Да. Я сижу, и я понимаю, что я не в своей тарелке, и я так переживаю. И, естественно, это передается через экран, это дрожащие голоса. Мне это вообще не присуще. Я же такой, типа, е-е-е, погнали на... Легко говорю, да. Да, вообще мне все, ну, типа, почти все легко дается, но каждый раз, когда я начинаю чувствовать неуверенность или нагоняю важности не получать. То же самое касается песни. Я сажусь, только это очень важная песня. Я должен серьезно к ней подойти. И я не могу ее написать, потому что просто, блядь, ну, нагнал на себя. Сажусь, ничего не ожидаю. Все, выпускаю. О тусовке. Огромная песня. О тусовке. Вот ты планируешь ее там за месяц. Так, это возьмем, это возьмем, это возьмем, это мы обязательно повесим, это надуем. Приезжаешь, нахуй, это сдулось, дом вообще снесли, блядь. Ну, а когда ты спонтанно, вот типа, как сейчас там, да, движуха там, оп, оп, этот откуда-то приехал, этот, у вас по-любому будет кураж, по-любому вы все будете хотеть, ну, какого-то чуда. Ожидание не надо строить. И тут в актерстве абсолютно классная штука. Нельзя серьезно подходить к драматическим ролям. Потому что, когда ты увидишь человека, вот меня спрашивают, ты готовишься? Я говорю, нет, вообще нахуй не готовлюсь, ребят. Я играю в игры, мы вот Call of Duty Mobile с мешанием рубимся в вагоне. Я режиссеру говорю, так, у меня Call of Duty 10 минут. И он такой, блядь, который нахуй сидит в квартире и будет завтра изображать Наполеона. и это важная часть. И мы должны это понимать. Потому что как только зритель чувствует, что я с ним держу эту дистанцию, это как у психолога. Он не сразу, давай, плачь, кто тебя бросил? Давай, давай, расскажи мне, где маленький член, давай. понимаешь, ты никогда ему не раскроешься. Ты скажешь, ну, подождите, давайте познакомимся, как вас зовут хотя бы. Так же и с ролью. Нельзя педалировать. Вот вы видите, когда плохой артист, он сразу вот, умерла Джессика. Ты думаешь, блядь, хорош уже выдавливать из себя эти страдания. Не выдавливай. И нас учат, что роль нельзя играть, придумав. Вот я там заплачу, а там я, блядь, вот так посмотрю, а здесь вот подозрение нахуй сделаю. Все, пиздец нахуй тебе. Надо роль играть, вот нам говорят, педагоги. Каждый день ты разный. Сегодня ты веселый, завтра тебя все бесят. Послезавтра у тебя умер кто-то, послепослезавтра родился. Ты не можешь одинаково реагировать на все события. Поэтому надо к событию в фильме или в спектакле подходить сегодняшним днем. Тогда будет самая честная оценка. Сегодня ты говоришь, тебе говорят, мистер Кристофер умер. И ты такой, ха-ха. И это уже оценка. Хуевая, да? А можно там, мистер Джексон умер. О, черт. И это вот они... Это хуенно. Мне очень нравится, как вы идете. Они так это делают. Поэтому это тут важно вот тоже понимать. Тебя трогает сегодня улыбнуться над фактом или все-таки опечалиться. Поэтому это очень сложно. Потому что ты вот, допустим, сыграл спектакль гениально. Все такие хлопают. Все девчонки тебе написали, что ты там супер гениальный. И ты ждешь следующего через месяц. И ты думаешь, ну все. Где мои аплодисменты, блядь? Где мои движения? А ты его плохо сыграл, потому что ты ждешь. Ты ждешь прошлого успеха. Ты пытаешься повторить, а не заново прожить эту историю. Не то, чтобы прожить, а смыслить. То есть, как мы в детстве играли, да? Я человек-паук. Тебе не надо было для этого, чтобы получить от этой игры удовольствие, тебе не надо было сидеть, так, меня укусил паук в правую руку. Я... А какой паук? А кто моя девушка? Гусеница. И ты, блядь, ну понимаешь, это тоже бред. Надо брать я человек-паук. Надо брать вот вы каждый, когда вспомните там, гоп, вот роль в слове пацана, вы что думаете, это было колоссально трудно мне сыграть? Колоссально гигантская реклама у проекта. А ролей у меня, вы, если посмотрите, есть в пять раз больше крутых, сложнейших, чем эта роль. Просто зритель не видел нихуя. И как бы... Это как Мартин Иден. Знаешь, вот роман такой Джека Лондона? Вот он стал знаменитым писателем. И он им говорит, ребята, эти текста были гениальны, четыре года назад, ёпта, они вам нахуй не обосрались, потому что у вас другие знаменитости были. Вот мне журналисты звонят, вот Никита, я говорю, что Никита, блядь, где вы были полтора года назад? Где? Где вы талант-то мой разглядели, нахуй? Вы сейчас не талант разглядели, вам по башке, нахуй, сверху дали, у этого возьмите интервью. И ты побежала меня искать. А если бы ты была умный журналист, ты бы искала меня раньше, чтобы понимать там, да? Это у всех такая штука на самом деле происходит. Типа, ты делаешь, 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 но потом что-то очень сильно так стреляет и приковывает внимание. Мне кажется, вот как я к этому отнесся, когда у меня ошеломительно огромная песня получилась, я такой, чуваки, у меня есть еще триста, все, на, держите, ебитесь. И потом два года, Эльдар, ваша песня, и я в моменте, я такой, чш, 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 все, окей. Я в моменте, и пролетел который день, я не заметил. Но это я тоже знал. Вот этого, знаешь, вот этого отношения, бля, где вы раньше были, оно у меня было где-то в начале, типа, когда такой, а что вы, блядь, напоявлялись-то все. Сейчас я такой, ну, клево. разные люди появляются. Есть люди появляются искренне, хотя они тебя узнали, а есть люди, которые тебя знали, ну, такие, я на хуй нужен. А потом такие, ой, если я проебусь с ним интервью, что-то, блядь, не так работа у меня попрет, надо-ка, блядь, наладить связи обратно. Хуешки, блядь, наладить. Блин, ну это, блядь, ааа. А есть кто-то, на кого нам вообще стоит обратить внимание, из тех, кто еще не настолько расфорсился? Из артистов? Ну да, из твоего коля. безусловно есть, безусловно есть. Я бы отметил, допустим, Антон Момот, у меня есть товарищ, он играл в фильме, первый Оскар у нас есть фильм, они играли двуковских операторов, которые поехали на фронт, в Великую Отечественную, чтобы там снимать кино. И каждый снимает по-разному. И вот он, считаю, хороший, недоцененный артист. Точнее, его мало видели еще. Потом, очень много, я считаю, что провинциальных актеров дадут по шапке почти всем здесь. То есть это, у них другая закалка актерская. То есть там, артисты не капризны, они не выращены на райдерах, они не выращены в капризах, они знают, что можно там переодеться, там переодеться, там переодеться. Но я вот, допустим, сейчас максимально капризный. То есть я теперь выстраиваю так ход на площадке, чтобы это, потому что я изучил за все время, кто как может эти деньги, допустим, грамотно себе откладывать на твоем комфорте и экономе. Кто может там, при тебе там, тебя он называет по имя-отчеству, а дублера называют, дублер, он туда. Ты понимаешь, что это за человек? Что он, блядь, станет... Масовку не кормят, станешь ты дублером, он так же тебя будет хуесосить, сто процентов. Поэтому я прям их вижу на площадке, вычисляю и душу их сходу прям вот. Я сходу прям при всех показываю, что этот человек больше так не будет делать. Он не будет там пользоваться положением, еще что-то. У меня прям конфликты с ними. У тебя гиперболизированное чувство справедливости? Да, я дерусь на площадках, я могу прям обматерить какого-нибудь высокопоставленного, блядь, члена этой группы, если он ху... Если он, ну, если он человек никчемный, то я могу по-любому ему при всех это заявить. Пусть это будет потом конфликт, еще что-то, но я не могу работать, когда есть душнило, или есть человек, который портит атмосферу на площадке, или он считает, что он тут самый главный. Это я тоже... Нам Илюха Сатир рассказывал, как жестко давили в театре. Жестко давят, очень жестко давят. Многие не выдерживают именно морально, многие не выдерживают встречи со своими комплексами, пороками. Придет девочка, она всю жизнь там из прекрасной семьи, за ней там всю жизнь подтирали, подмывали, ее мальчики на машинах возили, целовали, а тут она пришла, ей такие говорят, да ты хуже, чем вот эта девочка из деревни. Она говорит, в смысле, блядь, да потому что ты нахуй пустая, ёпта, тебе нечего играть, блядь. А у нее там и смерти, блядь, и любовь, и она там все умеет, все делает. Вот человека интересно смотреть, потому что если она станет принцессой, то она будет иметь вес, а если ты станешь крестьянкой, ты нихуя там не сделаешь. Большая разница. И также люди там, приходит суперпевец, спортсмен, и приходит картавый, худенький мальчик. Возьмут картавого, худенького мальчика, потому что у всех представления, эстрада – это не актерство. Ну, типа, красиво спеть, накачаться – это не значит быть актером. Вообще нахуй не значит быть актером. Это значит быть циркачом, там, я не знаю, певцом, кем угодно. Но если ты действительно драматический артист, то это скорее всего ты не будешь выглядеть как ухоженный, с винирами. Вот как артист может быть с винирами? Тебе же играть куча всего. Я когда вижу исторические проекты, виниры нахуй, ну я думаю, ну пиздец, ребят. Ну что тебе, настолько, блядь, страшно за свою внешность, что ты боишься, блядь, сняться в кино и сделать себе зубы, блядь? Я никогда не думал про исторические проекты и актеров с винирами там, да. Посмотри, ты охуеешь. Это сразу, блядь, ну просто дешевка. Это сразу, как будто, я не знаю, Дед Мороз, который тип в куртке просто надел бороду. Ну и что, заебись. Все равно деньги заплатят. Слушай, а есть пример классных актеров, у которых нет образования? Нет. Вообще? Нет. В России нет. Чисто на таланте нереально. Нет. Нет. Это нет такого таланта. Это так же, как с девушкой. Для тебя вот, тебе нравится это, Света, а мне нравится там, Маша. Ты говоришь, ну как, ну Света, пиздец, блондинка, как мне нравится, она же хуенная. Я говорю, ты что гонишь? Мне вот Маша нравится, она брюнетка, низенькая. Ты говоришь, нет, ну Светка высокая. Это красота. Я говорю, нет, дружище, красота, это брюнетка, блядь. И все. И вот разница в таланте. Для кого-то талантливый актер, это, допустим, Шайла Бафф, да, или, допустим, из наших артистов взять, кого-то из знаменитых, Ваня Янковский, например. А для кого-то гениальный артист, Евгений Ткачук. Вот тоже артист, которого, я не знаю, суперширокий, наверное, зритель не знает, но вот в актерском поприще, он в элите находится. Потому что я считаю, что актер, это актер, это не модель, блядь, который пиздит на экран красиво, это актер. Он должен перевоплощаться. У него не должны усы меняться, блядь, с волосами. А взгляд как был, блядь, вот такой, такой остался. Нет, он должен меняться. Тогда вы видите актера. А сейчас, блядь, все актеры, нахуй, кого не возьми, все актеры. Я актриса, блядь. С чего ты актриса, мать? Какая ты актриса, нахуй? Ты не актриса, тебе охота фотки выложить в Инстаграм, что ты где-то снялась там, блядь. Это разные вещи. А актриса, которая нахуй фотки не нужна, она о них не думает на площадке. Она думает, как разъебаться и разреветься и сыграть смерть сестры. Так, чтобы все, у кого сестры умирали в жизни, не сказали, что это долгая какая-то, которая богохульничает в кадре. Или я аутисты играл, понимаешь? Вот я спрашиваю там режиссеров, говорю, вам интересно? Нет? Я похож вообще? Вам похуй, что нас будут смотреть, блядь, люди, у которых дети аутисты? У меня друзья есть, у кого дети аутисты. Вам поебать, что я сейчас делаю какую-то хуйню? Нет? Вам? Блядь, похуй. Вот многие поверхностно так и относятся. Девочек, спросишь там, кто ваш любимый актер? Милош Бикович. Я говорю, а почему, матушка моя? Почему это? Он красивый. Все? Все нахуй. Почему? Он красивый, блядь. Ну и все. Вот тебе в жизни, нахуй, тебе он нужен, а ему такая как ты. Потому что вам нет дела до мужика с шлагбаумом. Вообще до него нет дела. И очень многие артисты приходят, мы за искусством пришли. Не пиздите, друзья мои, вы пришли стать знаменитыми на СТС и ТНТ, блядь, а не, блядь, в театрах. Что-то вы все из театров бежите, блядь, на кастинги со мной встречаетесь там, театралы. Это все тоже чепуха, блядь. Вот все, кто так говорил, в институте плохо учился. А я скоростным дипломом закончил. И знал, что я иду за бабками. Поэтому, ребята, не будьте ханжами и балаболами. Тут все очень сейчас изменится в нашем кино. Вы столкнетесь с другого уровня артистами совершенно. А там уже не проканают ни папы ваши, ни мамы, ни деньги, блядь, ни публика, ни реклама. Потому что сейчас время тяжелое для людей. Сейчас люди не будут распыляться на залупу. Они будут очень четко определять, что нельзя, когда половина, блядь, в пиздеце там кто-то, ездить, блядь, на Бали, на Мальдивы, устраивать вечеринки какие-то там, блядь. Ну, типа, ребят, подождите мальца. Ну, я просто так считаю. Надо заниматься работой, полезным делом, а не кайфажорить на глазах у всех, у кого у многих нет возможности кайфажорить. Я считаю, что мой ресурс артиста и моя публика, она должна помогать. То есть, я должен с помощью публики давать возможности другим людям что-то реализовывать. Вот это моя задача. А кайфажорить пока нет такого. Тихонько. Тихонько. Вот тут закрылись кайфажорим по-братски. Ну, что драконить людей? Вот знаешь, я вот себя вспомню, у меня никогда не возникало момента, когда я сидел там где-то в пиздеце без денег. Я когда смотрел на людей и думаю, вот там женщина кормит какими-то там икрой, собаку, что-то сидит, она с ней на столе сидит. Я понимаю, блядь, ребята, вас бы просто отвезти в несколько дворов, вы посмотрели, блядь, кто там что ест вообще дома, блядь, с родителями. Это же тоже попытка кому-то что-то доказать, понимаешь? Безусловно. Кормить на видео собаку икрой нездоровая тема. Понимаешь? Это такая, но это какая-то провокация, блядь. Ну да. Это провокация, ёпта. То есть я знаю самых благополучных и успешных людей, они в основном очень тактичны. И они в основном, когда приходят в круг, допустим, людей, которые не имеют такого заработка, они наоборот не педалируют. Они максимально такие, типа, а что, у вас мак-кофе? Давайте я мак-кофе попью. Потому что он знает, он выйдет и купит себе супер кофе, ебать, супер. Но тут-то зачем это делать? Что вам-то доказывать? То есть самое я сейчас понимаю, мне это говорят, вот артист, там парни многие пишут, друзья. Я говорю, а что толку-то артист? Качество, какое общение мы там теряем, правильно? То есть, ну, большое. Потому что артист это для всех дистанция. Все, блядь, артист. А что толку-то? Ну, то есть мы вот сейчас сидим, так же бы и не артисты разговаривали, сидели. Все в порядке. Поэтому я думаю, что надо убрать эту профессию из разряда пантеона в стране и отдать пантеон, там, типа, хирургам, спасателям. То есть у меня есть кореш-спасатель, Володя Баха. Большой привет тебе из Новосибирска. Вот он мне что-то говорил, 45 тысяч у него офицерская была зарплата какая-то, а он там разрезает машины, они достают там из пожаров. Ну, прикинь, он каждый день жене говорит такой, так, ну все, солнце, похуй, ну, если что, нахуй не обессудь. И поехал. И тут же актер, блядь, прыщ, пиздец, лям не получил, блядь, за корпорат. Иди нахуй вообще, ты что, прикалываешься, блядь, какой корпорат? Ну, мне кажется, вот сейчас мы на таком рубеже, когда мы придем к тому, чтобы у нас урегулировалось этот фон. Мне кажется, мы должны выдохнуть. Не в том плане, я не говорю про бездельников, которые ничего не делают. Ну, естественно, естественно, я понимаю. Я говорю именно о тех, кто добавляет лишнего ходу своему делу. Лишнего. Ну, типа, понимаешь, не должны столько бабок получать артисты за то, что он спел песню, ебать. Это легко, спеть песню, когда ты умеешь петь. Это легко. Легко написать песню, блядь, даже про разбитую любовь, когда ты сидишь, блядь, на бале, вот так вот. Ты моя луна, на бале жду тебя. Все, блядь, записал нахуй. И что толку? Что, сложно это было? Вот ты сказал, я тоже обращал внимание. Я за собой раньше такое ловил, потом ебало завалил, когда со стороны на это посмотрел, когда, блин, у меня сегодня три рекламы за день, это такой пиздец, я спала четыре часа. Так жалко. Ты думаешь, ёу, какие три ляма, там больше намного. ты сейчас вот за этот тяжелый съемочный день делаешь больше, чем человек за несколько лет, блядь. Как вообще, ну, я считаю, что я не имею права жаловаться на то, что я не доспал или переработал, типа, потому что у меня все охуительно. Нет, так со мной рядом работают люди на площадке, которые мне делают грим, и потом у них, они 12 часов работают, и у них еще потом три часа переработка, и им за нее не платят. У меня она оплачивается стопроцентно, то есть две смены, а у них она оплачивается хуй. И ты на площадке уже находишься в разных, как бы, иерархиях. То есть при том же мы рядом болтаем, говорим такие, блин, как дела, все нормально, и такие, так, обед, и тебе первому несут обед, а они в очереди стоят все там. Часто не кормят массовку вообще. Да. К нам приезжали на какие-то съемки массовка, я не помню, на какое конкретно, они такие, вау, вы кормите. Нет, так вы-то по-любому кормите. Мы попадали сами на съемки, где ребят не кормили, мы ходили, говорили, вы что, ебать, ну, блин, дайте людям поесть, они здесь 12 часов. Это знаешь кто? Вот массовка, это козел отпущения для режиссеров, каких-то там ассистентов. Вот очень часто я видел, там, у меня есть фильм Зоя, его вот Баткомедиян разъебал хорошенько, но меня не тронул, слава богу, но вот фильм Зоя, и мы его очень сложно снимали долго, в Минске, в больших холодах, в болотах, в гидрокостюмах, там, знаешь, ну, была холодина, и вот массовку, я помню, привели кучу девчонок, там, вырыли такой ров, метр в 50 в длину, и метра два он в глубину, больше там, и туда, значит, провели такие трубы в полу, и они давали пар теплый, чтобы там можно было лежать и не мерзнуть, но у нас же, как всегда, пар закончился через 10 минут, а смена 12 часов ночная. Ладно, мы артисты, мы в вагончиках, то есть нам там, у вас кадр, через 5 минут на площадке, и мы такие, кофе попили, и пошли оттуда, а они, у них нет вагончиков, и пока мы сидим, греемся и ждем, они в это время раскладывают их, вот, как знаешь, реквизит там, так, вы, девушка, туда, вы туда, шапку снимите, а там зима, вы без шапки были, я когда ложусь, короче, я ложусь, слышу такие зубы, ну, вокруг, волосы мокрые у всех, они лежат там час, прикинь, на земле, и еще им типа, так, что вы дергаетесь, девушка, блядь, и вот в таком тоне, вот мужики, блядь, на них орут, и они такие, и я ложусь, они такие, так, все, засыпаем их снегом, и нас берут художники, и тупо с лопатами, начинают хуярить снегом, с такими ледышками, я сижу, девчонки такая, бум, и она, и она даже боится, блядь, пискнуть, что ей больно, я говорю, ты что, мать там, лежишь, дрожишь, иди, говорю, кепку, шапку надевай, она что-то, нам нельзя там что-то, я этим художникам говорю, я вот сейчас вот вас положу, нахуй, сюда, и мы вас закидаем прям, блядь, как в средние века, блядь, камнями, я говорю, ну вы подумайте вообще башкой, вы в куртках во всем, ну, и вот такое отношение, на следующий день не пришло, массовка 50%, всех воспалений легких, еще что-то, и похуй, ну, а других возьмем, сняли кино, вот так у нас ребята снимают кино, большинство, блядь, продакшенов, беспонтово относятся к массовке, и я вот как продюсер, вообще это не допущу, отношение плохим к цехам, и отношение плохое к массовке, потому что, ну, надо делать как Илон Маск, каждый член команды должен понимать, что он важного делает для нашего будущего проекта, а если ты будешь иерархию выстраивать, и понимаешь, только баланду подкидывать, то тогда, ну, сто процентов. Вы все важны, но не очень. Но не очень. Нифига, нет, вот, парадокс, но кино делают не артисты, парадокс, чтобы артист хорошо сыграл, куча цехов, должно проснуться в 4 утра, покормить своих детей, блядь, приехать херово куда, не на бизнес-классе, а на общем автобусе, потом в холоде это разложить, а потом еще получать пизды целый день, потому что вот я такой артист, который всегда опаздывает, вот, например. Я вот раньше не опаздывал, а теперь я всегда опаздываю, я прям не обламываюсь, короче, я прям, на час, ну ладно, Миша там, Миша в панике, он раньше заранее приезжал, за час, а теперь он чуть позже приезжает. Бля, почему так? Ну, просто я не знаю, вот у меня долгие ритуалы, я еще СДВГшник, знаешь, я пока там, у меня 500 дел, розетку выключу, включу, блядь, пока выйду. Мы постоянно эту хуйню обсуждаем. Разберу, соберу, все, блядь, и все, и я такой, ой, блядь, а время уже, время уже что-то, час прошел, а там уже вся группа, блядь, у нас время переработки, но вот все равно, люди валяются, да, но массовку все равно, понимаешь, то есть если в Штатах там говорят, что есть профсоюзы, как раз хотел вот про это, и там есть, допустим, у массовки там, если им принесут не горячий обед, пизда, штраф, и ты платишь массовке, как артистам, если у массовки есть текст, это плюс доплата, блядь, там, будь здоров какая, а у нас могут так, 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 а вон водителя, Серега, иди сюда, ну-ка, блядь, усы на него, ну-ка, о, чем нахуй, не этот, блядь, не моряк, заебись, понимаешь, и он там, блядь, а что, я же не играл никогда, похуй, вот у нас, посмотрите старые сериалы, как играют эпизодники, там пиздец, вот это то же самое, что хреновые дела, ребенку еще хуже, сохранять невозможно, призы ближайшую, Марина, Мариночка, вот, почему вы взяли человека, который боится, она не может любить тебя, да, вот то же самое, нет, там актеры, а тот-то вообще видно, что он вахуевый, да, что просто человека в кадр поставили, сохранять невозможно, приближи ближайшую больницу, он вахуевый, это почему, сэкономили, не взяли артиста из театра, которое, блядь, ему больше надо заплатить, и он не будет такой хуйней в кадре заниматься, они решили, это же не главный герой, нахуй не платить, возьмем, блядь, вот так, как и делается на стройках, то есть, а это материал не заметят, блядь, то же самое, но, блядь, дешевле, и так сойдет, и так, и так сойдет, вот то же самое. Слушай, как ты думаешь, это меняется сейчас вообще? Да, сейчас приходят другие люди в кино, если раньше были пережитки 2000-х, и в кино были те, кто были родственники, или жены богатых, блядь, бандосов, они говорили, а, я хочу, блядь, роль, и он, блядь, сейчас, алло, кто-то у нас режиссер, блядь, которого мы там, блядь, на бабки поставили, а вот этот, вот пусть снимет мою жену, роль стоит где-то лямов 50 эпизодную, я знаю ценники, куча ценников, ребята, куча ролей продается, куча талантовых артистов сидят по театрам, потому что их не зовут, почему? Потому что зовут новых артистов, которых мы сейчас выкинем нахуй из... Я слышал про это, что даже в клипах у рэперов всякие телки, как правило, покупают. Либо эскортницы, либо просто чьи-то содержанки снимаются за бабки. То есть она заносит несколько мультов, просто чтобы рядом, типа, сняться с рэперов. так там причем такие роли беспонтовые, ну, то есть, знаешь, там, но эта система есть, потому что, чтобы тебе снять тот фильм, лишние 50 лямов тебе не помешают. Ну да. А ты ее, блядь... Блядь, захотелось фильм снять и нагнать туда кучу людей, блядь, за деньги. Самый кринжовый фильм. Есть вопрос, мы даже достаточно далеко уже отошли, просто не успел задать, по поводу вот этой жесткости по отношению к студентам во время обучения. А, да. Это, во-первых, это не только в Новосибирске, насколько я понимаю, что это распространенная история. И у этого есть прям функция, это прям нужно? Да, это школа. Это то же самое, что кадетский корпус или армия. То есть мы там учимся с 9 до 11, без выходных, 4 года. Есть хороший урок. С 9 утра до 11 вечера? Да. Это как подавление эго, какого? Это подавление максимальное эго, да. То есть нас учат сначала одеваться в одну одежду, мы все ходим в черном. У нас первый курс это никакой игры, блядь, в актеров. Мы, допустим, берем стулья и 30 человек должны зайти в одну аудиторию бесшумно, расставить бесшумно стулья и не глядя друг на друга, сесть одновременно, опуститься. И это чисто телепатическая фигня, это уроки внимания. То есть нам рассказывают, что есть 3 круга внимания человека. Первый – это я сам, мои мысли, мои ощущения, физические, моральные. Второй круг – это мой партнер. То есть у меня уже два круга в голове. Это у меня болит, к примеру, сердце, плюс я смотрю на Эльдара, допустим, плюс я смотрю там на микрофон, понимаю, что-то там провод какой-то. Вот. Есть третий круг внимания, это то, что за окном. Ну, то есть там какие-то звуки. Ты понимаешь, что там событие происходит. И артист должен руководить этими тремя кругами. То есть если я остался один на сцене, на меня луч и тысячный зал, то я должен уже как-то про себя что-то подумать и начать уже это как монолог. То есть спокойно, размеренно и так далее. Если у меня, к примеру, есть мой партнер на сцене, то я уже начинаю как-то немножко, да, Миш, тебя учитывать в виду и вам показывать, что есть еще мой Миша. Понимаешь? Вот я уже беру еще одного партнера. И вот это как бы каша, а это часть дисциплины. И эго тебе запрещает всегда существовать свободно. Оно тебя заставляет, у нас говорили так, что очень многие люди, те, кто не артисты, не психологи, они живут придуманными образами. Он придумал в детстве, вот я такой крутой буду, если я буду так ходить и так говорить, а это вообще нахуй не он. Это просто образ, который ему еще его друзья подкрепили. Вот заметили, да, часто там какой-нибудь качок, а у него тинер, он начинает петь. Ну вот, блядь, старается нахуй, вот так разговариваем, блядь. Я ж брутальный, ебаный в рот, немножко еще добавлю, блядь. Такое маленькое, знаешь, блядь. Ну и все. И он, блядь, вот это наше, вот слово пацана, это же абсолютно, вот этот жаргон, сленг, это ж тупа, блядь, обезьянничество. Че ты нахуй, захуй? Вот тебе кто это сказал? Тебе приятно это говорить? Или ты видишь, что там почти все пацаны, блядь, из поколения в поколение, одну и ту же хуйню, блядь, твердят на районе, потому что необразованные люди, потому что они, кроме этих авторитетов, ни черта в жизни не видели других авторитетов, которых могут научить. Поэтому они, и так же люди приходят в профессию. Они приходят и такие, блин, да я крутой чувак. А ему объясняют, да ты не крутой, подожди, у тебя вообще другая природа. Ты, может, не боец, а певец. Он говорит, нет, смысл, я боец. Он говорит, да нет, ты певец. Он говорит, вы меня ломаете и идите нахуй. Я борзуха, нет, ты нефор. Да. Я не нефор, блядь, ты нефор, блядь. Нефор, нефор, и все, иди нахуй, типа. А на самом деле, поломался бы ты, послушал, так может быть, ты и пришел к тому балансу, который и хотел. Ну нет, ты же боишься пацанов, нахуй, родителей, которые тебе скажут, да какой ты актер, ну что ты, ну перестань. Так хорошо же волейбол у тебя получается. Сынок, ну зачем тебе нахуй театральный? Там все ж питные. Понимаешь? И все, и ребенок идет и думает, что там реально пи***, блядь, потому что его единственные авторитетные люди, необразованные, блядь, родители его, тупые. И идет грустно играть в неделю волейбол. Они никогда не сделали этот шаг, они не поехали, не рискнули, блядь, они не попробовали, и они тебе эту же хуйню говорят. И поэтому... Причем знаешь что, они же не желают зла тебе, просто они не знают, что можно по-другому. Ничего не попишешь с ними, реально, я считаю вот каждому, если ты вот хочешь терпилой остаться, живи мечтами своих родителей, живи их благополучием. Им, правда, в основном похуй всегда на наше благополучие. Не получилось у нас, у тебя тоже не получится. Но это очень важная часть. Очень многие студенты не идут, потому что родители. Это я слышу, пиздец. И мне это говорили. Но я как бы сказал, ребята, извините, я по-любому пойду. Родители, это первый вот этот вот барьер, который нужно пройти, потому что, ну, каждый, наверное, сталкивался с тем, что, ну, зачем тебе это? Ну, закончи лучше ты техникум. Вот в моем случае. Стабильность. Давай, ну, не надо тебе это. Это какая-то ерунда. Ну и что стабильные? Как там у вас дела-то у всех? Стабильники. Так смешно тоже. Стабильность, когда ты счастлив, я и так считаю. Тогда стабильность. А когда ты не счастлив, но у тебя вокруг вроде, блядь, все сходится, это все туфта. Поэтому я очень много поработал на работах, которые я вознедовидел до глубины души. Их быт там, стройки, еще что-то. То есть, ну, там, где люди не мечтают, а они, блядь, себя укуяривают. И это видно прям. То есть, эта работа не доставляет им ощущение, что они сделали что-то полезное для мира сегодня. Эта работа им говорит о том... Хотя знаешь, они делают что-то полезное, но у них нет этого ощущения. Конечно. Но они не получают награду за это. Они понимают, что, блядь, завтра еще так же ебашить, потом отдавать долги, кредиты, потом, блядь, это... А я же когда-то хотел стать музыкантом. А когда-то я же брал... Мне же говорили, что у меня классный голос на вот это вот. Поэтому, ребята, вот это, поверьте, завтра оно уже здесь. И завтра вы охуеете. У меня очень много друзей, которые хотели так же, как я, что-то, блядь, блядь. А теперь такие, ебать, у тебя фильмов. Я говорю, ну, а ты как думал, бро, конечно. Десять лет прошло. У меня есть типы, которые меня учили во многом. Знаешь, когда я там рэп в детстве читал, которые меня научили, принесли мне в жизни очень много. Но они выбрали стабильность вот эту. Не рискнуть, потому что, ну, это же страшно, ебать, взять все, бросить и делать то, что тебе действительно хочется. Причем еще все это в спорах и ссорах с родителями, с близкими. Когда на тебя все вокруг дает и говорит, блядь, нет, это не твое, не лезь, не делай. Ну, вот у меня так было. У меня не было такого, что, блядь, красавчик, удачи, хуй там. Слушай, а как ты думаешь, вот у нас сейчас такое, как будто поколение людей, которые выросли в интернете, шарят за психологию. И вот будет ли такое количество талантливых людей, которые есть сейчас, если их родители будут говорить, супер, ты молодец, делай? Я считаю так, как классно это и пословица, что ужасные и трудные времена делают сильных людей, сильные люди делают легкие времена, легкие времена делают слабых людей. Все. И война всегда стимулирует любой рост общества. То есть после Великой Отечественной войны наступили 60-е, 70-е период, то типа или Пинк Флойд, блядь, понимаешь, Битлз, куча новой музыки, то есть пошло, сильное поколение осталось в полях, а инфантильное поколение, выращенное женщинами, которые остались живы после войны, выросли инфантильные мужчины. Не ходи, простудишься, не ходи, блядь, это, раздельный счет обязательно и скажи, а то же, блядь, как ты покушаешь там, блядь. Понимаешь? Все нахуй. И теперь, собственно говоря, конечно, они будут бояться там, блядь, конечно, для них теперь удар по лицу это заявление, потому что, как это, блядь, меня не дай бог там, да тебя только надо въебать тебе пару раз, чтобы ты, скотина, был не такой капризный и не такой, блядь, высокомерный. Вот меня точно по жизни надо было получать пиздюлей, вот сто процентов. И то не до конца я их, видимо, наполучал. Еще, видимо, надо. Но все впереди. Нет, ну я правда считаю, что есть люди с балансом, есть люди мудрые уже с каким-то опытом и взглядом на мир. Ну, их не надо стимулировать. А я все-таки был немножко зашорен страхами. Я должен был понять, что есть какая-то сила, которая над тобой всегда, что если ты в свое время обижал слабых, то ты по-любому за это пизды получишь в жизни. По-любому. С разных углов. Но я это получил. Я побыл таким и таким. И получил и за такое, и за такое. И теперь я понимаю прекрасно, что, блин, никого ломать не охота, никаких вот систем. Я бы тоже не разрабатывал это к этой теме. Я считаю, что творчество должно быть в удовольствие. Удовольствие. Трагедия должна быть в удовольствие. Мы должны понимать, ну, там, знаешь, играть в смерть матери. Не надо после этого потом в рехаб ехать, блядь, восстанавливаться. Нет, ты должен это сыграть, и тебе легче должно стать. И людям легче вокруг. Они должны понять, что после этого возможно жить. Когда у тебя умирает мама и папа, это не то, что надо с ней закопаться сразу. Это всех нас ждет. И, как кто-то сказал вчера там или сегодня читал, что хорошее великое кино это когда мы думаем об общем воспоминании. То есть, когда у нас с вами общее воспоминание. Мы с вами подключаемся к одному источнику. Типа, ебать, бабушка с пирожками. И мы такие все улетели туда к ней на кухню. И это, в этом сила художника. Он сумел достучаться до бедного, до богатого, до скинхеда, до антифашиста, до белого, красного. Понимаешь? И это, в этом, мне кажется, наш поиск. В этом бы прикол. Потому что на узкую аудиторию работать, мне кажется, бесполезно. Мы все меняемся. В 40 такие, в 30 такие, в 20 такие. Нам любая пригодится. Поэтому вот... Прикиньте, если бы родители пиздили детей, но не за то, что сейчас, а за то, что... Ты не следуешь своей мечте, пидор. Да. Это жестко, да. Ты такой, ааа, ну что, нет карьерного роста. Ты сволочь. Где твой Оскар, ублюдок? Но мне 12. Раз, сука. Где твой лучший альбом? Где твой альбом? Ублюдок. Да, у него уже поле в кругу. Как это там? В кругу уже два. Слушай, я не могу не спросить. Как ты думаешь, в чем феномен сериала «Слово пацана», который стал самым громким сериалом на моем веку, наверное? А? Да, еще раз, да. Прости. В чем феномен сериала «Слово пацана»? А как ты думаешь, почему это так сильно срезонировало у всех? Я думаю, ты знаешь, что это вот про ту тему, которую мы обсуждали, туда же, в ту же степь, это общее воспоминание. То есть, это наша ностальгия по лучшему из тех времен и по худшему. То есть, как мне пишут, оценивая моего персонажа, что это воспоминание неприятных людей из 90-х, от которых дрожь бежала по спине, ты понимал, что это какой-то очень жуткий человек сейчас. И это были люди времени того. То есть, сейчас таких нету. И для многих, для нового поколения это любопытство. То есть, это мы узнаем об истории не литературной, да, такой как бы вот в 90-х было тяжело. А где было и сейчас тяжело нам вообще-то. и параллельно нам много где классно и кайфово. Поэтому, мне кажется, это вот главная тема, это посмотреть со стороны через героев, через персонажей. И тогда же было очень классное время, ну, очень неопределенное. Не было понятно, кто герои. Да? То есть, в Великую Отечественную войну понятно, кто герой в контексте. Сейчас непонятно. То ли рэперы, то ли блогеры. Люди не понимают, кем быть. То есть, они не понимают, какой статус в социуме дает тебе безопасность и благополучие в дальнейшем. То есть, все же говорят, да, вот там, блогер. Кто-то говорит, да, пиздец, там, пару лет, да, и это и живет там себя именно как явление. Появится что-то новое. И поэтому мне кажется, что вот слово пацана это такой завершающий наш какой-то этап и творческий, но еще и ментальный. То есть, мы сейчас как люди другого формата. Мы больше информации обладаем, мы обладаем опытом истории, да, мы знаем там, но все равно ты смотришь и узнаешь себя там, понимаешь, что очень похоже. И сейчас тогда вот кто у них герой? Вова-Адидас, да, у пацанов, у которых нет авторитетов, которые живут в бедности, которые не понимают, что делать. Афганистан, война идет, еще что-то. И тут все находят, как бы, каждый для себя находит пристан. Кто-то там, да, идет в полицию, кто-то идет в банды, кто-то идет в армию, кто-то идет в спорт. Везде ищут. А тогда вот все-таки все в одной каше варились, находили выходы. Мне кажется, это вот нам таким надо заниматься. И сейчас, и у нас есть и 80-е, и 70-е, и 60-е. Это все можно черпать оттуда, людей изучать, и нам становиться лучше. Поэтому, мне кажется, вот он сработал именно на каком-то духовном ДНК уровне у нас. Что-то мы не договорили там в 90-х, что-то мы там не доделали, что-то мы там не успели. Поэтому, вот, видимо, каждый, кто смотрит, да, вот, Миша, вот, да, оттуда из тех годов, из тех параллелей, вот мы с ним общаемся, он говорит, ну да, ты вспоминаешь какие-то моменты. Что-то, конечно, приукрашено, но что-то так было. Общались, там, атрибутика. Поэтому мне самому интересно было всегда в исторических картинах сниматься. Мне кажется, они как-то правдивей, чем мы снимаем про современность. Вот они как-то больше про людей, что ли. Я вообще начал это смотреть, хоть это было повсюду, я думал, у меня пока нет времени. Мне начали друзья говорить, чувак, посмотри обязательно, я столько словил флешбеков. И вот это, конечно, подкупило. Я такой, ну давайте, давайте, очень интересно. Ну и как, словил? Да, потому что, ну я же из Новокузнецка, и хоть я не из 90-х, я ребенок 2000-х, все равно где-то это оставалось. Что, знаешь, где-то там ты заезжаешь на район, тебя там могут спросить, потому что ты залетный на этом районе, на тебя нападают. У меня было такое, что на меня напали на моем районе, появились резко пацаны с моего района, с которыми я уже не коммуницировал, типа года 3-4, они начали меня защищать, типа, вы что, охуели, это наш чувак, наш пацан, типа. Ну да. Ну то есть такое было, конечно. Нет, безусловно, и сейчас есть, сейчас будет романтика, мне кажется, после этого сериала, просто действительно многие говорят, вы не путайте, те времена, то отношение, полиции, да, улиц, и сейчас. Сейчас просто не получится. Нет, ты себя пизды получишь просто, и тебя закроют, и будешь, ну как бы, если ты не готов на это, там-то люди были готовы нести ответственность, а сейчас все готовы, только, типа, как это, блядь, дубинку ударили, вы что? Сразу, мои законы, мои права, ну если ты не готов по яблу получить, нечего качать ходить, я так считаю. Поэтому, все-таки, мне кажется, не получится опасения оправдать чиновников некоторых, что вот, начнется романтизация, быстро закончится она, мне кажется, это романтизация. Да, нет условий, чтобы это протянуло долго, потому что, ну, по сериалу, по людям, которые там показаны, это же время, когда нихера нет, и даже те, кто зажиточный, это все равно те, кто по современным меркам живет очень просто. То есть, это просто квартира на 5 метров больше, и там люстра какая-то красивая висит. Пианино. А в остальном, да, да, да. Ну, то есть, у бедного это картонная пианино, у богатого это... Настоящее, настоящее, но расстроенное. Да, абсолютно верно, и там ты смотришь, мне кажется, почему он еще зашел, тоже, что вот есть какая-то романтика, и есть как привлекательное очень явление, когда вот собираются, все, когда танцуют все, когда у них какие-то идеи, то есть, сейчас мы разобщены максимально, это все понимают, что сейчас такие тусовки редко соберешь, то есть, в основном все, они почему собирались, не было телефонов, не было компьютеров. Это вообще парадоксальная история, то, что нас должно объединять, связь, нас разъединило. Ну да, ну вот, я думаю, что это все эксперименты такие, вот вы там часто тоже болтаете, мне нравятся на такие темы, со Славой Марвел, тоже сибиряк, Слава, привет, вот, и я обожаю эти все темы тоже с вами. Конспирологические теории? Ты че нахуй, ледяные стены, еще движуха, хотя есть любимая какая-нибудь. Космос. Блядь, я реально вот недавно смотрел, я придерживаюсь тому, что мы это эксперимент, короче, что мы это как инкубатор определенный, и что божественные существа, это просто развитые существа, то есть, мы же можем муравьиную ферму держать у себя, и я еще разные всякие интервью смотрел у психологов, которые говорят, коза же, когда грызет капусту, она же, ну, как бы не задается вопросом, что она какой-то там микрофролу разрушает, а капуста вообще не знает о козе, она знает о земле и о корнях, там, и все, и для нее парадигма ломается, ее откусили, что это, кто это, непонятно, так же и для нас, он говорит, мы боимся просто верить, что мы эксперимент, нам кажется, что милое, доброе, божественное существо создало нас всех из любви, из ребра, блядь, из пены, и мы такие, он говорит, а посмотрите, какие мы существа, мы что нахуй там добро распространяем, что-то наоборот все, вообще наоборот, зверята, зверята какие-то такие, все не могут навоеваться, не могут что-то там натрахаться, блядь, но на человеке все равно есть ответственность, как будто в таких вопросах, потому что человек может осознать свою паразитичность, конечно, вот, как таковая его задача, наверное, осознать, что эта паразитичность может привести к большим последствиям, и как-то хотя бы сгладить, или отсрочить. Вот как мышей выводят, вот допустим, мы были в Наукограде, как выводят агрессивных мышей и неагрессивных, то есть агрессивную просто, как бы выбирают агрессивный вид и переносят к другим агрессивным видам, а эти к другим, и поэтому я очень могу предположить, что у нас разные расы, они очень примитивно отличаются друг от друга, примитивно прям, один черный, другой белый, другой узкий, другого широкие глаза. Странно, что язык отличается у всех. Если это язык цивилизации, он должен быть язык цивилизации, а это получается такие, как бы, знаешь, как собаку гавкать научили, кота мяукать научили, еще что-то. Ну, поэтому очень странно, почему человек рождается с абсолютным знанием, а умирает с ограниченным знанием. То есть он рождается готовым к любому языку. Что ты ему в башку вкачаешь, то он и выучит. Но нас намеренно, тебя определяют к этому языку, тебя к этому языку, тебя к этому. А еще, если ты затронешь ритуал другого, можно, в принципе, и войну начать. Вы молитесь, блядь, ночью, а мы днем. О, нихуя себе, блядь. Пойдемте-ка, блядь. Богу помолимся, ухуярим друг друга. Поэтому все это для меня религии. Я не исповедую, хотя я крещеный, но я абсолютно не верю в институт людей, которые пытаются научить, нахуй, других людей. Это все для меня очень... Вообще, человек, который осознает свою святость, он страшный для меня. Вот если он считает, что он, блядь, святее всех, умнее, и он может нас чему-то... Меня всегда учат самые порочные люди в жизни. Вот меня научат в жизни только тот человек, который во всем проебался. Он умеет этот опыт. А человек, который не трахался никогда, не скажет мне, нет, не возжелай жену ближнего своего. Ты откуда нахуй знаешь, ты, блядь? Откуда ты знаешь, пошла тебе или нет? Ты жену видел? Ты вообще жену-то видел, блядь, хоть раз, нет? Или непрелюбодействуй, еще что-то, да? То есть это такие для меня какие-то законы, очень ханжинские, которые... Хотя я уважаю ребят, которые исповедуют, да, там, религию и несут ее не пропагандистски, да, а там, поведением своим. Которые делают это искренне. Да. Которые знают, почему они ее исповедуют. Я никогда не лезу там, когда кто-то делает намаз, я не говорю там, посмотрите. Я, наоборот, сделаю, чтобы он его сделал. Но сам лично я убеждаю, что ответственность на мне лежит. Я только вправе сделать хуйню или нет. И нечего ее перекладывать. То есть, ну, бог не дал, блядь. Сын не дал, блядь, дружище. Дал он все тебе, ты проебал. Как бы поэтому тут, мне кажется, это такая штука. Вся религия основана на страхе. Всех детей пугают с детства. Что, не дай бог ты там, блядь, что-то не сделаешь грешный. В ад попадешь, нахуй, туда, туда, блядь. Это уже пугают. Не учат жить, а пугают. И все религии построены на том, что, блядь, сожгут, блядь. Я открывал разные писания. И смотрел, и нигде не находил логики для себя. Еще вот эта история про то, что, ну, смотри, ты сейчас пострадаешь, пострадаешь, страдает нормально. Потом ты попадешь в идеальное место. Конечно. Это абсолютно человеческая схема, примитивная. Съешь борщ, получишь конфету, блядь. Пострадай, поработай бесплатно на нас 80 лет. А потом, когда тебе пизда будет с радикулитом, в рай как раз попадешь. А там радикулита нет. Да, он как раз там. Ты только похуярь на меня. Вот я говорю, это все религии придумал очень хитрый человек. Который не хотел работать, который не хотел охотиться, который не хотел брать ответственность за свое племя. Он подумал, так, нахуй мне работать. Возьму-ка вот этого, вот этого, вот этого. Вот этот болеет. Скажу ему, что, блядь, молния это, блядь. Короче, друзья, я слышу Господа. Мои руки не слушаются отныне. Встаньте, возделайте эту землю, понимаешь? Вот такая хуйня по-любому была. Либо они собрались движухой таких немощных типов. Блядь, вот эти, сука, нендертальцы точно нас вхуярят этими дубинками. Надо их наебать, срочно. Давайте скажем, что их покарает всевидящий, блядь, глаз. Давайте. Ну вот, почитайте тысячеликий герой книгу. Как мифология рождалась. Как у тупых людей, блядь. Вот у меня есть друзья, которые говорят, что под наркотиками они видят летучих мышей, человеков-пауков, блядь. И я говорю, вот ни разу я не видел, блядь, галлюцинации, ни от чего. Это искажение, блядь, визуального ряда. То есть у тебя искажается микрофон. Для тебя, для умного человека, исказился микрофон, а он говорит, это змея, блядь, представляете, ко мне пришла. Это не змея, блядь, пришла. У тебя кругозор ебучий. Ты не читал книги, не смотрел фильмы, у тебя не работает ассоциативный ряд. Ты не понимаешь, что такое ассоциативный ряд. Что у тебя может быть что-то похоже, блядь, на слоника. Это не слоник, нахуй. И очень многие люди так же к жизни относятся. Они не воспринимают вообще, что как происходит. Вот ему сказали с детства, все, ты крещеный, все остальные, блядь, хуйня. Все, он до конца жизни даже вопроса себе не задаст. А кто это мне объяснил? Моя бабка ебанутая, блядь, которая с ума давно сошла и которая в жизни не смогла добиться ничего и оправдала всем, что ее, блядь, за грехи наказали. И она воспитывает свое дитё так же. И он потом идёт и так же в общество это несёт, понимаешь? Потому что я считаю, ничто не должно педалироваться, что имеет смысл. Человек сам должен захотеть прийти и это узнать. Тогда это круто. Ребёнок сам должен подойти к тебе и сказать, блин, папа, ты подтягиваешься? Прикольно. А не так, что сидишь с пивом и такой, так, иди нахуй спортом занимайся, блядь. И ты смотришь на папу, думаешь, блядь. У тебя диссонанс? Ты какой-то конченый, блядь. Ну вроде ты мне можешь сейчас пизды дать, поэтому надо пойти поподтягиваться. И так же с религией. Вот у меня было. Я ни разу не хотел туда сам прийти. Меня с детства, блядь, на горохе где-то держали. Я это отчинаш читал наизусть нахуй на ночь. Помню я его? Нет. Вспомню я его? Нет. И вообще события все, если брать Евангелие, я вот читаю, все события это всё то, что не хотят делать люди своими руками. Он всё делает вот Иисус. Типа плюнул в песок, кинул на глаза, всё, ебать, прозрел, блядь. Слушай, ну то по тому же принципу существует астрология, вся вот эта... Таро. Таро, да. Просто потому что эта штука снимает ответственность с тебя. Сейчас, секунду. Рекламный глоток, да. Конечно, снимает. Я вообще считаю, что это всё... Мне это не помогло нигде. Я считаю, молиться надо о своём, о мирском, о людском. То есть о том, что здесь происходит, то, что в наших силах. То, что в наших силах, да. Я считаю, дай мне силу, это лучшее из молитв. Или дай мне крепкие плечи, это лучшее из молитв. Чем, блядь, а боже, пожалуйста, блядь, умоляю, хоть бы я поступил. Хуй ты поступишь, блядь, дружище. Иди вкалывай каждое утро. Тогда, да. Вот я считаю, что спорт это лучшая формула жизни. На сегодняшний момент. В спорте ты проходишь трудности, и тебя не наёбывает тренер, что будет легко в жизни. Он тебе говорит, будет пиздец, сынок. Будет пиздец. Вкалывай в три раза больше, чем все, и выживешь. Вот мы сейчас с вами и проверяем, кто как, по каким формулам живы, что сработало. Поэтому вот у меня пока срабатывает только я. Только ответственность моя и мои ошибки. Ты что-то хотел спросить? Да, я просто, как тему для размышления, что если дело в том, что в какой-то момент времени люди неправильно начали толковать идею, которая изначально в чём-то была хорошая. Точно так же, как и любое большое открытие может стать одновременно как и большой помощью для человечества, так и смертельным оружием, которое её уничтожает. Так и здесь, как будто история, которая изначально была нужна для того, чтобы хоть как-то объединить хоть какие-то группы людей, сделать общество большим, как раз дать им вот это, ну не воспоминание, ну понимаешь, общую вот эту историю, на которой у людей с разных концов страны, с разных концов континента может быть точка соприкосновения, то есть они не видели ничего, что видел друг друга, но эту историю они знают и на этой почве они как бы могут садись и дружить. Это родство такое, да. Как бы да, то есть в этом смысле. Плюс, знаешь, для какого-то разъединённого общества это свод каких-то правил по типу не убей, не укради. Это понятно, что это такие архетипичные своды правил, но просто они все похожи, как вода друг на друга. Это раз. Что для меня кажется, это просто на разные языки было сделано, чтобы всем вталдычить, так скажем это. А два, судя по тому, какими инстинктами живёт наше общество, особенно мужское, я не верю в то, что кто-то хотел что-то объединять, а не порабощать. Поэтому, судя по истории кровавой нашей цивилизации, никто там объединять нихуя не хотел. А скорее просто людям, третьему сословию, ну, как бы необходимо чушь в уши впихивать. Иначе они работать не будут. Без веры и надежды никто не будет работать. А как мы видим, у нас очень похожая планета на фильм Элизиум. Есть такой с Мэттом Дэймоном, где есть элитарное общество на орбите Земли, а земля это завод нахуй большой. И мне кажется, судя по Рублёвке, судя по Патрикам, у нас очень классный Элизиум в Москве. У нас есть Элизиум, а есть, блядь, Новогиреево. Туда заезжаешь, наш Элизиум твой пропадает. Там пропадают деревья чистые, чистые тротуары. Там появляются, блядь, какие-то странные люди, которых ты, как в игре, в одной локации ты встречаешь, а в другой локации ты заходишь, все, dangerous, блядь, опасность поднимается и пиздец. И вот пока такое существует, мне кажется, знаешь, все это объединение, нахуй, оно так смешно, как огрызки собаки, вот, звучит, вот, объединение. Тоже в жизни, кто вот мне помогал чаще всего, святой или мне какой-то помогал чувак, который, все говорят, что он бедолага какой-то, вообще нахуй тебе не нужен, а он тебе в последний момент приходит и помогает. А святой, блядь, он занимается проповедями. Ему важно знать, осознавать свою святость, осознавать, что он, блядь, идеальный человек, не дай бог там кто-то ска... Это же статус. А что, ну, интересно, не было бы страшнее, если бы люди понимали, что они полностью безнаказанные, на самом деле. Да, блин, знаешь, если бы до Кабы... Я имею в виду большая часть людей. Мне кажется, что у нас большая часть людей сейчас тоже в жутком состоянии находятся. Образованности, понимая, и цивилизации. Очень много. Я их встречаю и понимаю, что люди там... Вот человек ко мне подходит фотографироваться, я говорю, а тебе зачем фотография? И он не понимает нихуя в этот момент. Ему просто откуда-то, блядь, надо как всем сфотаться. Я ни разу ни с кем не фотался толком. Вот со спортсменами там только я вот, знаешь, вот как-то так. И то я для себя это определял, почему я это делаю, что это мой стимул, что это я себя помню в этот момент, и потом, когда я выебу их, я это вспомню, на кого я смотрел. А кто-то, я вот вижу, что тёлка там фотается со мной какая-то. И вот ей просто надо, вот, блядь, что я вот с галочкой, вот, ну, я говорю, тебе вообще, ну, я интересен. Ты лучше подошла у меня, воспользовалась шансом и спросила, типа, вот так же, а как там что, блин, интересно? Нет, тебе похуй, ты не используешь шанс, что ты со мной встретилась. Тебе надо фотка. И в инстаграме потом, чтоб те же люди, та же жизнь твоя продолжалась в том же ключе, нахуй. И тебе говорили, вау, ты что с ним словилась, пиздец. И чё, нахуй? Потешите, я бы просто. А то, что ты с ним словилась и дальше попиздавала, нахуй, проживать свою жизнь, ничего страшного? Что ты ничего не изменила и дальше к своему, блядь, там... Исключение есть, кстати. А то, что ты от своего мужчины уходишь и бежишь со мной фотаться, а не просто там, а не с ним сидишь и из него гения лепишь. Исключение есть. Я обратил внимание, что в последние десятилетия очень не стыдно за русские сериалы и фильмы. Всё менее и менее стыдно. У нас был период, когда, ну, прям, было отстойно и все гордились советским кино. А потом сериал за сериалом, фильм за фильмом. Как это происходит? Почему? Я себе объяснил, например. Потому что когда-то у нас была эпоха, когда все пытались, блядь, повторить Голливуд. или вот сделать голливудскую комедию в России. Ну, это же, блядь, это глупо. Конечно, металл из друга. А сейчас вот даже вот просто вот последний сериал, вот этот, он же про нас с нашим ДНК, абсолютно понятный. Да, и мне кажется в этом и прикол, что коллективный разум нам подсказывает, что нет смысла, ну, двухтысячные ты сам помнишь, клипы, все. Вообще, как только страну развалили и стерли культурный код, в нашу страну появилось попсикольное поколение, как мой отец называл, это попсикольщики, попсикольное поколение, то есть они не уважают ничего, на чем построили эту страну, на чем там деды и отцы старались там проливали, и говорят, что полностью это хуйня, надо жить вот так. Попсикольщики, это же мы по идее, Да. Я попсикольщик вот меня и называл, вот. А по факту мы сейчас видим все прекрасно, что эти идеалы, которые мы там видели в кино, это все, блядь, очень натянуто, грамотно, и к нам это, к нашей ментальности вообще не лежит, и юмор американский, ну, очень страшное кино, ладно, я от него до сих пор в восторге, я на нем вырос, все равно нам надо про нас, нам надо рефлексировать о том, в чем мы живем, то есть мы в Питере, да, и мы все друг друга понимаем сейчас здесь, что туда не поедешь, там разведут мосты, там, да, что-то, здесь там холодно, еще что-то, но мы все с вами соберемся, и такие, Питер, такие, о, понятно, а когда нам показывают Флориду, да, или штат Массачусетс, о, круто, чем это отличается от Нью-Йорка, да, мы такие, блядь, ну, понятно, вы все хорошо там живете, класс, у вас там все круто, ну, реально, типа, а все-таки нам необходимо, мне кажется, получать подтверждение какой-то чужих трудностей, чтобы понять, что они преодолимы, и на твоем фоне это может быть меньшие трудности, вообще закон такой, мне кажется, у нас пошла тенденция, во-первых, у нас пошли новые кадры, это талантливые ребята, режиссеры, сценаристы, у которых наболело отношение кино, которые считают, что они могут делать кино лучше, я считаю, что я сейчас ни одного американского кино не смотрю толком, потому что мне уже надоело, я уже все считываю, я все угадываю, а особенно вот, типа, Марвел, вот это вот, это вообще пиздец. Ну, это даже не заявка на кино, это же жвачка, это аттракцион. Да, у них аттракцион кино и есть, вот в чем прикол, оно, у них нет драматических театров, у них нет психологических школ. У нас же одна из лучших школ, насколько я знаю. Они по нашей школе существуют, вообще в принципе, у нас школу эту придумали, раньше был театр декламации, то есть, вот так вот, весь, нахуй, спектакль, и нельзя было спиной отворачиваться, все как в 2D, нахуй, существовали. А потом Чехов придумал фишку, подводное течение. Это когда я тебе говорю, привет, я тебя так рад видеть. Понимаешь? И все понимают, что нихуя его не рад видеть. Но я говорю абсолютно, это вот женщины обожают так общаться, это их вообще природная способность, подводное течение. Она тебе говорит одно, а там вообще другое подложено. И это очень важное качество, которое там касается нашего театра. У нас многие так понимают жизнь, у нас многие общаются под текстами. Под текстами. А, допустим, в Штатах или в Европе, вот у меня в этом была, там у них это как привычка. How it's going? How are you? То есть, how are you? How are you feeling? Это не то, что мне реально интересно. Это просто нахуй. Я привык вот так разговаривать. К нам это пришло. Я на вечеринках, ко мне подходит, говорит, как дела? И я ничего не успеваю сказать. Это вместо привет уже. Как дела? Да. А что толку? А у нас слова, они очень имеют вес. Достоевского почитать, Пушкина почитать. У нас не может одно слово обозначать 50 нахуй. У нас все, каждому свое слово. Поэтому я считаю, что у нас намного богаче культура. Я считаю, что у них артисты снимаются и играют посредственно. Особенно я ненавижу смотреть в оригинале. Я сразу понимаю, что они очень плохо играют. Как с Ди Каприо. У нас же все в восторге, но по итогу это же работа Бурунова потрясающая. Я много слышал о том, что сам по себе Ди Каприо не вау прям, что за актер. Да все они там не вау. Ты понимаешь? Это вот про что я рассказывал. У них огромный... Они привыкли бабки тратить на аттракционы. У них даже воюют они так. Они воюют с огромных расстояний, всяких вертолетов, ракет. Это у нас штурмовые движухи. У нас там привыкли люди сталкиваться, блядь, с этим. Когда Вторая мировая была, у них там Перл Харбор. Был все. А остальные только локационные выезды. И так же они с кино делают. Они не поедут в экспедицию, где там, блядь, комары зажрут. Никогда. Они заплатят кучу бабок на графику. И поэтому разная степень кино. Поэтому он когда рыдает, это пафосно. Это, блядь, сзади ракеты взрываются, нахуй. Дома паузут, Годзилла идет, блядь. А он на переднем фоне плачет. Потому что не вывозит артист без Годзиллы. А у нас выходит Шукшин, Андрей Миронов. Кто-нибудь, да, там, в кадр. Сейчас мало таких артистов. Ну, гипнотизирующих зрителя. Сейчас в основном картинкой берут. Ну, а все-таки я считаю, что вот наш театр, наша сила русского, как бы взгляда на мир, это именно через страдания, через определенный кровавый ДНК-опыт, страх. И это все нужно очень глубоко изучать. И мой любимый писатель, это вот Достоевский Федор Михайлович. Я раньше ненавидел, думал, блядь, какая скокотища, господи, сколько там текста. Я только прочел, уже 50 там. А потом, когда я начал с трудностями сталкиваться в жизни, психологическими, физическими, я понял, то есть, что это такое приехать в тюрьму и по Библии научить всех арестованных читать. При этом быть картежником, блядь, и зависимым человеком, и писать гениальные романы. Понимаешь? Это все вот у нас какая-то вот так... Почему-то в тюрьме мы там, блядь, учим Библию. Понимаешь? Не где-то там в лютеранской церкви. О, хэппи дэй! О, на-на-на-на! Встань, иди, сын мой! Встань, иди, блядь! У нас на Колыме встань, пойди, блядь! Тебя присадят быстро, нахуй, обратно. Поэтому это все не работает. Я говорю, ребята, все ваши безлактозное молоко, блядь, буддизм, всякая хуйня, это не проканает Новосибирский, блядь, минус 45. Вы выйдете, сука, пару асан сделайте у меня напротив дома. У вас заберут телефон, нахуй, воспаление легких и пиздец. Поэтому, о, на-ма-а! Вот это идите, нахуй, на Бали, тут это не работает. Вон, выйдите в Питер, блядь, помолитесь. Поэтому я считаю, что нет, не работает. Я был и там, и там, и в Таиланде, и на Бали, и не-не-не-не-не, хуета это все. Это не помогает нам жить. Нам другое надо. Мы должны знать, что не медитация. Нам надо объединяться. Нам надо признаваться в своих пороках, признаваться в косяках, признаваться, что мы делаем не так, делать выводы, блядь, эволюционировать, а не убегать, блядь, за образ. Как говорил мой мастер, он говорит, вы знаете, что медитацией занимаются самые страстные и порочные люди внутри. Потому что человек, который в балансе, ему не надо медитировать. Он и так в балансе с миром. А если через медитацию человек пытается прийти к этому балансу? Ну, значит, он дисбалансирован люто. Значит, ему надо, блядь, собрать себе ресурсы, чтобы не разъебать всех в клочья. Поэтому это большая такая... Я йогу преподавал детям просто. Серьезно? Да. Я на гвоздях стою, и в планке. И вот это все, поверь, это такая хуйня вообще. Я после этих гвоздей людей так уничтожаю морально, что это все... Ну, это... Пусть это касается больше меня, но почему-то мне кажется, что другой путь у нас к духовному. Что это надо искать через другие вещи. Вот мне нравится поговорка мусульманская «Готовься к худшему, лучшее очень быстро заканчивается». И это вот моя... Наш путь к балансу это страдания? Вообще жизнь это страдания. От незнания к знанию. Ты не знаешь, что такое смерть собачки? Потом хуяк знаешь, ты уже не будешь так часто улыбаться. Ты не знаешь, что такое смерть матери и отца? Кто-то это узнает в 60, а кто-то в 15. И ты прекрасно видишь в жизни человека, который в 15 родителей потерял. У него другой взгляд. Он уже другой. Он уже неблагополучный. И поэтому говорят, что самые успешные мужчины это те, кто рано из семьи ушел. Это те, кто их не лелеяли до 30, не гладили по голове, не оберегали от всех проблем, а он их, сука, получил, эти проблемы. И пиздюлей, и за слова он не ответил, получил по роже. А мама никогда по роже его не ударит. И он никогда не узнает, как справиться с ситуацией. Поэтому в мае, допустим, специально детей в 12 лет забирали из семьи и больше никогда туда не приводили, чтобы парень получил травму и не стал вафлей. И это, к сожалению, наша проверка. И мне кажется, что вот, к сожалению, у нас только эти люди выживают, которые не через молитвы прошли, а через пиздец какой-то жизненный. И они потом понимают, что они не хотят его распространять на других людей. Они настрадались в этом. И они хотят это как-то. Поэтому, не знаю, мне кажется, что-то у нас другое должно быть. Мне больше масленица вот как-то. А как ты оцениваешь счастье как цель в жизни? Цель в жизни? Да я вот всегда его ищу, только что-то отдаляюсь от него не нахожу. Мне кажется, что надо понимать, что у нас есть страшные эмоции, которых мы боимся. И это вот тоже счастье. Типа, когда ты рыдаешь в соплях, это тоже счастье. Потому что ты, блин, понимаешь, если бы ты не рыдал, ты бы не осознавал каких-то вещей, не подключался бы к ним. Поэтому мне кажется, что вот надо максимально быть внимательным, к людям внимательным быть, понимать, что у нас все. Сильный помогает умному, умный помогает сильному, ловкий помогает большому, большой, я не знаю, защищает ловкого. То есть это как-то должно грамотно у нас работать в комбинации. И, кстати, начались съемки сериала «Комбинация». Очень круто. Про группу «Комбинация» из 80-х. Russian, 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 girl! Та-да! Вот поэтому играю у продюсера этой группы. Это был первый наш продюсер, который снял клипы в России, в Союзе, который вот как раз был, ну, болел Америкой, и он их, так скажем, уже были договоры на разогреве у Куин, он собрал всех с Саратова непоющих, все непоющие, не играющие на инструментах, он просто красивых девчонок собрал. А сам был сотрудник ОБХСС. И вообще медведь на ухо наступил. И вот это, я считаю, вот про нас. То есть у нас народ все мечтает. И он все умеет. То есть он думает, дали бы мне эту Калифорнию, я бы тут на Туре рассадил такой крыжовник. Пиздец. Понимаешь? И мы делаем из говна конфету у нас на участках. Ну, типа Калифорния, нахуй. Смотри. Вот я, блядь, фонарь установил, хуительно, понимаешь? И у нас все, мы что-то хотим замутить, как у всех. Вот я говорю, зачем там? Вот нам это, ом. У нас что, нет других слов наших? Нет, нам кажется, что именно из другой культуры, потому что там солнце и океан. Там правильно они молятся. Вот что у нас все на йогу на эту подсели, на эти коврики? Понимаешь? Почему? Люди ищут. Они ищут? Нет, потому что на Мальдивах и на Бали русские жены миллионеров открывают йога-студии. И им не хуй в России заниматься чем, блядь. И поэтому он ей говорит, пиздуй на Бали, вот там хотя бы будешь пределе. Я как будто сейчас понял, почему я могу медитировать на Бали, и мне пиздец, как сложно это дается в Москве, и я вообще, ну, мне не получается усидеть. Другая атмосфера просто. Да не то, что атмосфера, вообще все другое. Все другое, да. Я в Таиланде сбиваю зеркало бокового вида, и он мне и дальше похуярил. Да. У нас бы тип вылез, нихуя себе, ты что, мне зеркало сбил, алло, все, чш-чш-чш. В Новосибирске вообще самые агрессивные водители, которых я когда-либо встречал. На Марк-2, да, какой-нибудь там. Там даже, ну, то есть начинается какая-то движуха, вообще, блядь, по парковке, ну, знаешь, такая мелочь, блядь, от которой, извините, все, прошу прощения. Начинается это, я вижу, как Илюха сатир заводится, я его никогда таким не видел. Ты нахуй. Ну, они друг друга убить готовы были. Там так все общаются. Знаешь, что на Бали, я еду, все бибикают, а я привык, что в России бикнуть, это жест агрессии. А там привет. А там это типа, я еду, я здесь. Там еще автобусы обгоняют мопеды. У нас так не делают же. А там не заметил, что у них все большие машины обгоняют маленькие. То есть ты должен прижаться, если ты на мопеде. Он там херачит, тебя объезжает. Ну, вот там абсолютно же и насрать на это. На машины, на еще что-то. Они там, и у них, конечно, медитации работают. Ты видишь океан, солнце, фрукты. А у нас ты медитируешь, пока медитируешь, тебя какой-нибудь бабка толкнет, что-нибудь скажет. Ну, я не знаю. Причем у тебя дома, пока ты медитируешь. Да, по-любому сосед придет, скажет, блядь, что у тебя тут? Ты медитируешь, Наташа, блядь! Ну, реально, ты когда слышишь просто, блядь, ебаный в рот, в соседнем где-то помещении, никакой благих мыслей не возникнет у тебя. Соединением с Богом и Дзена ты вряд ли получишь. А еще, скорее всего, у нас половина святых, это, сука, аферисты, бывшие, блядь, и ты понимаешь, что он тебе, брат мой, братья Еговы, давай, присоединись ко мне, только 500 рублей, нахуй, заплати. Ты думаешь, да ну тебе, нахуй, это буддизм, блядь, сейчас еще и так денег нет, нихуя, еще отберу, сейчас меня еще, блядь, по-святому, блядь, красиво. Очень срезонировала мысль про то, что страдание, это тоже счастье, на самом деле. Просто, если не буквально жизнь это счастье, а жизнь это испытывает разное, и приятное, и неприятное. Собственно, сама способность испытывать, как будто это и есть счастье. Ты живой человек, конечно, тебе нужна палитра эмоций. Если у тебя все по дефолту всегда хорошо, и не бывает ничего плохого, это просто никак. Ты не можешь почувствовать себя хорошо, если ты не чувствовал себя плохо до этого, тебе не с чем сравнивать. Ну конечно. Как пиенно выбираться из какого-то депрессивного состояния и на контрасте чувствовать обычное прекрасным. Ну тут еще разная оценка. Вот вчера мы что-то болтали про это, оценка похорон. То есть в одной стране люди танцуют, и у них праздник, а у нас пока, у нас же плакальщицы были, это профессия была, блядь, в стране, плакальщицы. То есть они приходят и плачут у тебя на похоронах. То есть ты платишь, типа, блядь, и не ой, 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 похуя, туда. И всех в депрессию на год, блядь, загоним, чтобы все сдохли так же, блядь. Понимаешь? Я очень хочу, чтобы когда я умру, чтобы все веселились на похоронах. Я буду веселиться, честно. Если я... Я буду весел. Нет, ну я надеюсь, что мы с тобой вместе повеселимся где-нибудь. На похоронах ума не было. Нет, ну было бы круто, на самом деле, было бы круто такую традицию вести, поддерживать друг друга в этом. Мне кажется, чуть полегче бы было. Вдруг получится. Но, мне кажется, наши разговоры к этому приведут однажды. Поэтому мне нравится такой формат подкаста, то, что ты никогда не знаешь, что-то прикольное выводишь из головы или собеседник. Сто процентов. А формат интервью, он тебя заставляет, типа, так, 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 что важное, что важное, что быстрее, чтобы войти в эфир, войти в отрезок временной. А тут все-таки чем? Ну, тоже всегда долго, это тяжеляк, мне кажется. Вот сколько у тебя идут? Всегда по-разному. Знаешь, у нас самый минимум был, один раз мы аж охуели, что-то 50 минут, и человеку надо ехать. И самый максимум мы иногда делим на две части. Типа, мы как-то со Славой Мерлоу просидели 7 часов, с Моргеном 7 часов просидели. Вчера записывали у одного очень секретного гостя на следующий год и тоже больше 4 часов. Да мне его спалили уже. Ну, мы просто не хотим полить для зрителей его. Это секретный гость. А, это секретный, ребята, очень гость. Да. Всегда по-разному. Если что, знаете всю мою страницу, за 5 косарей я могу написать. Нет, нет, могу и написать. Первые 3 буквы. Прикинь, просто слив используется. Нормально. Схемка. Всегда по-разному. И, знаешь, бывают гости, вот один человек за день может прийти и измотать тебя, потому что он тяжелый сам по себе, у него мысли такие, типа, депрессивные. А бывало, когда у нас было 3 гостя за день. И вообще вот такой вот, ты на энергии максимально, потому что вы говорили, ну вот, блядь, подкаст, это посидеть, попиздеть только с камерами. Ну, ну реально же. Ну, в этом и формат. Да. Честный разговор. Я тоже не люблю, так скажем, рафинированные разговоры, хотя я уже привык, что наоборот, ты когда формулируешь более четко, у тебя как бы понятно, о чем ты говоришь. Хотя бы. Ну, что еще? Ну, ты это уже отточил, понимаешь, ты знаешь. Вот как ты говорил про актера. Когда ты идешь на интервью, ты примерно понимаешь, что у тебя будут спрашивать в связи с последними событиями, какими-то твоими победами, планами. А когда ты идешь на подкаст, ты понятия не имеешь. Да даже я иногда понятия не имею, о чем я буду разговаривать, типа, у меня примерный план. Знаешь, что ты просил еще, про что рассказать? Он говорит вот про то, как ты приехал в Москву, уже твои ощущения от Москвы, что там вот было. Да, что было на первых порах. Ну, типа, он говорит, мне интересно всегда было. Тут я скажу так, что это быстро, вкратце расскажу просто самые яркие вещи. Давай вообще скайф. Это, допустим, поезд. Позвал меня туда мой друг в Москву поступать как авантюру. Мы поехали на Плацкарте, приехали на Казанский. Это же дня 4 ехать, да? Да. Доехали до... Ну, я детство в поездах провел, я вообще там как рыба в воде. И я... Мы приехали на Казанский, сразу в Макдональдс. У нас тогда не было Макдака. То же самое. И мы такие, пшу, в Макдональдс. Потом мы нас кинули с тремя хатами. Мы сняли одну на Щелково. И там вот поступали. И это, конечно, было, знаешь, такое абсолютно безденежное время. Абсолютно. Но, наверное, самое мое счастливое такое, вот по моему представлению. То есть, я настолько был, видел перспективы, я настолько понимал, что нужно рисковать. Я настолько понимал, что это то время, когда я рискую, и будет решаться моя жизнь. То есть, получится, не получится. Получится, пойду по одной дороге, не получится по другой. Я очень рад, что, вот мне кажется, всем, кто будет ездить, поступать, там, да, и пробовать столицу на вкус, я считаю, что надо вот именно ехать, если у вас тяжело там с финансами, если у вас тяжело с поддержкой, там, еще с чем-то, надо вот прям, как в самой крутой книге или фильме, брать такое авантюрное настроение. И вот меня Москва встретила. Вот все мне говорили, что будет тяжело пиздец, а я вот приехал с каким-то таким желанием, что все будет хорошо, и я тут буду встречать кайфовых людей. И так и произошло. И так и произошло. Конечно. Важно себя на это настроить. И все, и мне попадались люди какие-то, и помощники, и я думал, что тут в Москве мажоры, они там какие-то конченые, оказалось наоборот, что они там участвовали в моей жизни, как бы, да, какая-то золотая молодежь здесь. И они ко мне проявляли интерес, в отличие от гопников, с кем я рос. То есть они реально интересовались, чем я живу, что у меня, как это. для них как зверенок. Не надо ждать подходящего момента, когда ты поднимешься, у тебя появятся бабки. Приезжай и делай их, пытайся делать их здесь. Все получится, не скоро, но получится. А так будете тянуть, ребята, закисните среди этой атмосферы, особенно тех, кто боится делать. Потом будет поздно, реально. Ну, мы с тобой уже сколько годков-то нажили. Типа, это клевое время, когда в кармане нихуя, впереди вся жизнь. Вот у меня сейчас в кармане вроде есть, а ощущения этого нет нихуя, вот как тогда. Блин, я тебе желаю этого. У меня есть, ну, оно временами, знаешь, приходит. У меня нет нихуя, я его давно ищу и очень жду. Значит, новое что-то надо попробовать. Вот ты сейчас продюсер. Вот я сейчас жду. Что-то новое? Ну, неважно. Творческому человеку всегда надо что-то новое, чтобы было это ощущение, что, я тут ничего пока не понимаю, мне надо понять, разобраться, вот это хочу. Вообще, вот ты, кстати, говорил какие-то слова про то, что вот у людей, у кого все хорошо, нет открытий там, или что-то такое мы с тобой говорили в этом контексте. И у нас тоже очень часто говорят, что не то, что все хорошо, не то, что благополучие должно отсутствовать у тебя в жизни. Нет, не обязательно, но ты должен, есть люди, понимаешь, на Колыме он прожил 20 лет, и он никогда не сыграет этой трагедии. А есть человек, всю жизнь вырос, в условиях очень таких тепличных, вроде как бы его лелеяли, берегли, а он чувствует, что такое Колыма, он понимает, про что это. Вот это называется дар. Вот такие люди рождаются с даром. То есть он понимает уже заранее страдания людей, он видит их за версту, он понимает, что ага, этого изнасиловали, этого побили, этого там это, или у этого нет денег, у этого нужда, и это все как бы, мне кажется, вот так, я вообще не такой человек, мне пришлось, блядь, посмотреть, и мне еще показать перед лицом, что это такое, чтобы я понял, что я там не прав, или еще что-то. Но я таких встречал, поэтому вот это к разговору о том, что мне кажется, человеку, у которого была беда, у него больше потребностей к творчеству, чем у другого, потому что его надо, чтобы его услышали, потому что ему не удалось тогда рассказать. Плюс, знаешь, все-таки творчество, это тоже какой-то такой уход от реальности, где ты спасаешься, ты создаешь для себя, вот ты можешь, как актер, или как автор, создать для себя любую реальность, и поместить себя туда. Ну, вообще, это любой человек может, в принципе, просто для всех творчество, видишь, его так разделили, там, по дереву работа, это тоже творчество. Да, мне кажется, вообще надо к каждой работе относиться к творчеству, как к творчеству, и тогда ты будешь намного счастливее. Я заметил, все, кто плюсы не ищут, вот они очень несчастны. Ты иногда встречаешь человека, там, он уборщик, и он улыбается тебе, и ты понимаешь сразу, что, короче, он уборщиком не будет долго, потому что он уже людям как бы другую энергию несет. А вот если тот зайдет, ноги убери, а тут помоем, ты понимаешь, все, чувак, ты тут останешься. Ты не благодарен ни жизни, ни шансу, ни работе. 100%, бля. И людям вокруг. Это потрясающий спич, вообще, полностью поддерживаю. Поэтому. Мне кажется, это отличный финал. Бомба, я тоже согласен. Огромное, спасибо тебе. Мы супер посидели, было суперинтересно. Спасибо. Я переживал, потому что мы с тобой встретились впервые сегодня. У нас такое было только один раз. Но благодаря нашим общим друзьям, вайбу, я вообще... И деньгам, которые я заплатил вам, то... Да, вот эти 6 рублей 54 копейки. Подожди, 7 там было вчера. Ну, мы... Это аналогия. Это аналогия. Да я тоже очень рад. Приятно познакомиться. Я-то за вами следил, понимаешь, в чем прикол? Я-то понимал, Будем теперь висеть, тусоваться, общаться. Нет, надо теперь это... Надо теперь это... Надо теперь про космос попиздеть. Береслава Марлоу. Нам нужна отдельная конспирологическая передача. Я тебе отвечаю. Прям можно даже эксперименты провести. Кайф. Слушай, знаешь, что по просьбе? Какая? Поздравить людей. А, ребятушки, зрители, поклонники и вообще весь наш народ, который смотрит YouTube и смотрит такие интересные вещи, подкасты. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Очень приятно, что я чувствую поддержку нашего кино в этом году. Реально. Я чувствую, как зрители пишут, хвалят, помогают, защищают. Это реально ощущается, и мне хочется как бы вам в ответку то же самое дать. Поэтому берегите себя. Я уверен, что нас ждет в нашей стране крутое, творческое, не только будущее. И очень хотелось бы, чтобы мы как-то поменьше в Новом году друг друга боялись, поменьше друг другу не доверяли и побольше стремились к какому-то обществу и общности. Поэтому золотые слова. Спасибо большое. Спасибо большое, что смотрели. В следующем выпуске у нас гость, которого вы все давно ждали и которого вы все прекрасно знаете. Будет классный сюрприз. Путин? Путин. Почти. Это второй человек после Путина в нашей стране? Что вы хотели? Все. Потому что протесты это красиво, когда ты игру в ГИТИСе, на сцене. А когда тебе поеблу дубинка прилетает от такого типа, который полжизни занимался, чтобы ей бить красиво. Сразу твой протест такой. Ну я по себе знаю. Он меня, понимаешь, мусар кидали пару раз нахуй поеблу. Залили баллончиком нахуй и все. И закрыли нахуй на три часа без воздуха. Вот тебе и, блядь. Вот тебе протест. Идите нахуй. Вот ты там, блядь. Извините. Извините. Не бейте. Ну по факту так и есть. Потому что ну вот и слово пацана там будет тоже нахуй. Многих, блядь, слово пацана будет. А, блядь, слово пацана. Стоп, слово пацана. Стоп, слово пацана. Это хуй все. Крик, блядь, разъем. Давай, позвали нахуй. Отдыхай.